Сегодня у нас будет такая информативная лекция. Мы будем говорить о законе кармы уже в чистом виде, то есть мы будем его изучать. На прошлой лекции мы говорили с вами о гуннах материальной природы, то есть о том, как действуют законы этого мира. А сегодня мы будем уже говорить с вами о самой карме, что это такое. Давайте начнем с самого начала, с того, как все устроено. Мы душа, кто не знает, что мы душа, поднимите руку. Есть такие люди, что мы вечную природу имеем? Есть хоть один человек, что считает, что мы помрем и все. И когда отдав концы, как бы все, тетю. Нет таких людей. Ну и слава Богу. Вот, значит, вот смотрите, вот здесь, вот в этом месте, вот здесь вот. Мы находимся вот здесь. Покажите, на себе покажите. Выше, выше, выше. Вот здесь где-то, чуть-чуть, еще повыше. Вот здесь вы находитесь. Чуть-то повыше чуть-чуть. Вот здесь, да. Женщина, наверное, повыше находится, мужчина пониже. Так или иначе, я бы даже... Вот здесь мы находимся. Это правда. Я во время молитвы чувствую, ну, если молиться святому человеку и кланяться, то во время поклона создается вот этот эффект уменьшения. И потом молитва начинает отсюда идти прямо, вот отсюда. Там нужно хорошо потрудиться для этого. Много лет так настраиваться на духовную жизнь. И вот начинаешь чувствовать себя, вот что ты здесь, маленький такой. И ты зависим очень сильно от Бога. Но сейчас мы, если вы хотите, внимательными будете, вы сейчас почувствуете, где находится вообще эта энергия кармы. Вот если закрыть глаза и посмотреть внутрь, туда внутрь посмотреть, то там мы что увидим? Темноту. Да, мы там увидим темноту. Потому что если бы мы святыми были, тогда мы там увидели, когда закрыли глаза, мы бы там увидели, что? Мы бы там увидели объект своего поклонения. Мы бы там увидели Бога там или святого человека. То есть мы бы там увидели свет, исходящий от объекта своего поклонения. Но мы видим темноту. И если мы будем мысленно сравнивать, где темнее, где светлее, вот так мысленно смотреть по всем телу, где темнее, где светлее, то мы увидим, что темнее всего вот здесь. Ну вы попробуйте. Закройте глаза сейчас и попробуйте, посмотрите. Обычно люди так определяют это. Это несложно определить. Там же все видно, только в темноте. Сравнивайте просто. Где светлее, где темнее. Только в сравнении можно как бы понять то, о чем я сказал. Кто увидел, поднимите руку. Там темнее. Три человека всего. Ну ничего страшного. И что вы там увидели, там где темнее? Там что вы увидели? Квадратик? Треугольничек? А? Прямоугольник. Прямоугольник? Шарик там, шарик. Там шарик вот такой, шарик. Я его четко чувствую во время молитвы, вырисовывается. Там шарик есть вот такой. Это шарик вокруг души. Это объемное такое образование вокруг души. А в ведах она называется мохабхага. То есть, если говорить о структуре тонкого тела ума, то на срезе ума вообще как бы умственная энергия, она распространяется по всему телу. И она движется по телу в семь слоев, как у матрешки. Есть матрешка, семь слоев. Вот, первый слой, самый наружный, называется раса дату. Этот слой отвечает за мышление человека. Если он нарушен, его работа нарушена, то человеку тяжело думать. Интересно, что кора деревьев, она тоже, ну дерево вообще может действовать на один из этих слоев. Только на один. Любое дерево только на один из этих слоев может действовать. И кора дерева, она может проталкивать энергию по этим слоям, вот так продавливать. И мы научились с помощью коры деревьев активизировать даже умственную деятельность в голове. То есть, вот так пробивать эти каналы нарушенные. Вот, и второй слой, ну вот этот первый слой энергетический, он связан с кожей, лимфатическими, с этими сосудами подкожными, связан с слизистыми оболочками внутри организма всеми. Вот он, вот так вот, такие функции у него. Понимаете? То есть, это значит, что вот эта энергия ума, она контролирует все эти структуры. То есть, таким образом, психика человека на первом месте стоит, а здоровье на втором, понимаете? То есть, если там нарушена психическая структура, то потом здоровье нарушается уже. Понятно идея? Вот, допустим, вот вы, девушка, женщина на втором ряду, да, да, вы, да. У вас есть такой, вот четвертый слой, называется астидату, то есть, он связан с костной системой, но в голове, вот в голове этот слой, он отвечает за боль, и у вас там нарушение, то есть, у вас болит голова, так? Так. Вот, ну то есть, я просто диагностику провел, так сходу посмотрю. Ну, то есть, это у всех по-разному, у каждого свои проблемы, не то, что там у одного есть, у всех есть проблемы, у всех проблемы со здоровьем. Вот, второй слой, называется рактодату, он контролирует кровь, кровеносные функции, кровеносные сосуды, кровь, состав крови, все с кровью связано. А в психике он контролирует в голове, он контролирует эмоции, эмоциональное состояние человека. Если он перегружен, то человек чувствует сильное напряжение в эмоциях, ему очень эмоционально тяжело. Вот, допустим, вот женщина в зелененькой кофточке, нет, не поворачивайте, в очках вы, да. У вас, да, перегрузка там не такая уж прям совсем, но есть, перегрузка на эмоциональном слое, и вам эмоционально тяжело иногда бывает. Так или нет? Так. Ну и так далее. То есть, следующий слой называется мамсадату. Он контролирует тонус мышечный человека, тонус мышечный человека контролирует. А на грубом плане он отвечает за все мышцы в организме, за все, как бы вот это вот, то есть хозяйство, что связано с мышечной деятельностью. Даже мышцы сосудов с ним связаны. Следующий слой энергетический, то есть умственное пространство, называется медхадату. В психике он контролирует, и они вот так, буквально вот так, как матрешка в голове идут друг за другом, вот так. В психике он контролирует ощущение удовлетворенности или неудовлетворенности, хорошее настроение или плохое. То есть человек чувствует удовлетворенным себя или неудовлетворенным. А в организме он контролирует внутренние органы, печень, почки, там, жировую ткань, обмен веществ, такие вещи. Астидату, пятый слой, он в голове связан с психическим тонусом уже, не физическим, а психическим. И связан с головным болем, как я уже говорил. Ну, то есть какие-то моменты тоже такие, надо знать. А в организме он отвечает за костную систему, кости, суставы, контролирует позвоночник. Следующий слой, шестой, маджедату. В психике он отвечает за адекватность человека, его концентрацию внимания, способность сосредоточиться и способность концентрировать внимание свое. И он отвечает за нервную систему, за весь головной мозг, за всю нервную систему в организме. И последний слой, самый глубокий, называется шукродату. Он отвечает за ощущение счастья в организме, а в психике, а в организме за гормональные функции. И здоровье женщины, оно держится на шукродату, на этом слое. То есть она должна быть счастливой, женщина обязана быть счастливой. Но ей тяжело. А мужчина должен быть бодрым. У него на нервной системе основывается здоровье, на маджедату, на этом слое. Если мужчина, допустим, не спит на твердом, не обливается холодной водой, то есть он не ведет такой строгий образ жизни, он не может быть здоровым. У него разваливается организм. А женщина должна, наоборот, она должна быть удовлетворена всегда. Должна мягенько спать, кушать сладенькая такая. Но она должна все равно режим дня соблюдать тоже. То есть она должна жить аккуратненько, счастливо, удовлетворенно, всегда должна быть счастливой. Мужчина должен быть всегда таким бодрым. Тогда здоровый мужчина, женщина здоровый тогда становится. Понятно? Это внешние вещи такие. Потому что там дальше, глубже еще этих всех слоев психических есть. Еще такая вещь. То есть вообще есть такое произведение по танжаре йога сутры ведическое. Там описывается, что структура ума на срезе. Вот мысли находятся на самом поверхности, как волны. И мы с вами сейчас уже сказали, что это раз, а да тут. Потом дальше все эти вот слои, семь слоев проходим и доходим до ощущения счастья. Это все как слой толщи воды. Толщи воды в озере. То есть есть волны, это мысли. Есть толщи воды, это мысли вот здесь находятся. Вот с левой стороны вот здесь находятся мысли. А вот здесь вот воля человека, воля, желание вот здесь. Понятно? У мужчин сильнее желание, а у женщин мысли. Прямо снаружи можно вот, если настроиться на наружный краешек глаза, потому что глаза это зеркало ума, то можно чувствовать мысли человека. Вот допустим, у вас вот женщина, у вас мысли сейчас такие позитивные, дуйте хорошо, что на лекцию попало. А мужчина рядом, он еще как бы, может первый раз, я не знаю, у него мысли такие, как бы, ну, что он там разговаривает вообще, что говорит. Так ведь, да? Так. Мысли видно, понимаете? То есть людей мысли видно. И несложно видеть, надо просто понять, что они здесь находятся, с левой стороны вот здесь вот. А воля вот здесь. Если девушка, допустим, идет по Москве вечером и парни навстречу, надо смотреть в правый глаз вот сюда, в наружную часть. Если они и правым глазом на вас смотрят, вот этим местом таким, надо, значит, вспомнить, что надо что-то сзади, там, назад идти. Вспомнить, что там надо что-то уже, не туда идти надо, а назад, понимаете? То есть могут, значит, неприятность какая-то может произойти. Вот. Итак, вот этот вот слой толщи воды, это, вот смотрите, то есть последовательно. Сначала мысли идут, потом эмоции, потом физический тонус, потом удовлетворенность человека, потом психический тонус, потом концентрация его внимания, и потом уже ощущение счастья. А потом в озере, что идет дальше, ил, ил озера. Или то место, откуда идут вот эти вот импульсы, создающие нашу судьбу. И там вот этот вот ил озера как раз, это и есть вот то место, вот этот шарик, то, что мы сейчас посмотрели внутрь себя, видели вот этот шарик вот здесь вот находится. Те, кто только пришли, они не смотрели, не повезло. Вот. Вот если глаза закрыть, можно увидеть, что везде светлее, чем в этом месте, вот здесь вот, вот в этом месте темнее всего. Это значит, что там вот как раз самое темное место и находится. И там, кстати, самое светлое место у человека находится. Там внутри этого шарика находится душа, в самом центре. И она сияет, как солнце, но ее не видно, потому что грехи мешают. Наши поступки прошлых, то есть вот в этом шарике находятся все наши желания и поступки с прошлых жизней. Все, что мы набедокурили, там находится, в этом маленьком шарике. И веды описывают, как эта система вся работает. Она работает следующим образом. Сейчас я вам объясню. Вот смотрите. Энергия умственная, она есть не только у нас. Она есть у деревьев, у растений, у животных, у всех. Энергия умственная – это атрибут души. То есть, где душа есть, там есть энергия ума. Веды объясняют, что этот мир наполнен жизнью. Что земля сама тоже, она связана с личностью, которая имеет женский род. И она в другой форме жизни относится, в более возвышенной форме жизни, чем мы. Это в ведах называется девоты. То есть, ну, как те, кто управляют этим миром. То есть, это они ниже Бога. То есть, они такие же души, как мы, но очень могущественные. Они тоже, как души, тоже такие маленькие искорки, но очень могущественные. Они управляют целыми планетами. Веды это описывают. Поэтому все планеты имеют тонкое тело. Тоже психику имеют, психическую структуру. Каждая планета имеет. Видите, маленькая искорка такая, допустим, Юпитер, если посмотреть на небе, такая маленькая звёздочка. Ну, как она может на нас влиять? Или Сатурн, допустим, да? Ну, какая-то там искорка такая, маленькая точечка на небе. Ну, как она может на нас влиять? Но реально я изучал эти вещи. Вот, допустим, вот тут девушка на третьем ряду, вот светлый волос. Вы, да. Вам сейчас тяжело, да, как-то вот? Да? Или нормально? Вы устали? А вы как вообще отдыхаете легко сейчас в последнее время? Тяжело? Почти не отдыхаете, да? Потому что на вас Сатурн давит. Да? Вот представьте себе, вы одеваете на средний палец, правой руки, синий сафир большой. Если он вам подойдёт, этот камень, то вот это всё то, что вы чувствуете, всё и пройдёт. Просто, ну, как бы, энергия Сатурна, а все планеты, они заходят в наш организм, как пальцы, как антенны на руках, ногах. И, смотрите, то есть в левую сторону организма, в левую часть организма входит энергия в организм, а справа выходит. Если вы одеваете сюда синий сафир, то идёт фильтрация энергии на выход. Ну, то есть вы наполняетесь чистой энергией, а грязная вылетает из вас. И буквально через 5-10 минут у вас раз, и всё, ну, легче стало. Вы почувствовали, что снялось напряжение. Также есть точки, связанные с Сатурном. Они тоже идут вот так вот вдоль этого пальца, вот вдоль. Ну, подойдите сюда сейчас. Я сейчас нажму вам на точку, и вам легче станет. Я просто о чём говорю? О том, что это там, вот эта вот точечка маленькая планета, она влияет на человека очень сильно. Понимаете? На каждого человека своя. У каждого человека есть плохие периоды планет, есть хорошие. То есть есть понятие такое «тонкое тело». То есть что это такое? Это означает наша психическая структура. Но она очень сильно связана с вот этими светилами, которые там летают по небу. Поэтому есть такая наука астрология. То есть она что делает? Она изучает, как это всё влияет на нас, и как это… Вот сейчас мы проведём эксперимент. Вы готовы говорить правду? Да. И только правду, да? Вот посередине вот здесь руки точка, связанная с Сатурном. Я что делаю? Я сейчас нажимаю на неё, смотрю. Как будет меняться самочувствие? Ага, всё, попал. Больно? Ну, не очень. Ей не больно, видите? Всё нормально. Смотри, человеку не больно. Вроде бы не должно ничего происходить. Так? А? Сейчас боль появляется чуть-чуть. Боль появляется. Ну ладно. Нам не интересно, что там в руке появляется. Нам вот что интересно. У вас в голове стало свежее? Как будто пободрел чуть-чуть. Чуть-чуть, да. Видите, ей бодреет. Понимаете? То есть я нажимаю на точку, которая почти не больна, но в голове что-то меняется. Как будто свежее, да? А вы посмотрите на неё внимательнее. Видите, у неё как будто лицо свежеет. Ну, такое ощущение, она была устала, а сейчас как будто раз так, ободрилась чуть-чуть. Ну, это... А? Кто? Вы все посвежели? Это факт. Это факт, это работает. То есть это означает, что вы настроились на эту систему. Мы сейчас с Сатурном попытались в контакт войти. То есть мы пытаемся как бы вот так. И легче, да? Чувствуете свежесть появилась. Ну, у женщин. Женщины более чувствительны. У мужчин, говорит, у меня не подсвежил. Вот, ну, это не менее чувствительны. Чувствуете, да? Бодрил. Отступает что-то. Вот теперь сами будете нажимать. Всё. Значит, итак, смотрите. Эти вот маленькие точечки, искорки, они имеют психическую энергию. То есть я это изучаю, поэтому я так говорю. То есть я могу точно понимать, как она действует. То есть ставлю камень определенный и нейтрализуется это плохое влияние. Можно это делать не только с помощью камней, с помощью веток деревьев, с помощью, ну, тех предметов, которые связаны с Сатурном. Ветки деревьев, они связаны с энергией Сатурна. Он управляет деятельностью нервной системы, а ветки, как бы, в дереве тоже как антенны, они тоже связаны с функциями нервной системы. Ну, ну, ладно, это не обязательно всё вам знать. Идея в чём заключается? В том, что каждая планета имеет свой характер. То есть она влияет на нас. И очень сильно, очень сильно. Не только планеты. Также на нас влияет пространство. Веды описывают, что есть разные стороны света, разные стороны света, и каждая сторона света определенным образом влияет на нас. Например, север влияет таким образом, что у человека увеличивается углублённость восприятия мира. То есть он глубже воспринимает мир. И что происходит с кармой? Она, как бы, через внутренний опыт, сгорает. Она через внутренний опыт сгорает. Запад действует таким образом, что он вытягивает наружу хорошую карму, а плохую скапливает внутри. Поэтому это неблагоприятно. То есть люди переезжают, допустим, на Запад жить, им сразу такое классно, как бы, там, ла-ла-ла-ла-ла-ла, такие они балдеют, как бы, у них всё хорошо. Потом приезжают назад в Россию, блин, всё плохо. И всё начинает развалиться. Но идея в чём заключается? Что там карма хорошая выходит наружу, люди наслаждаются, а плохая, а потом она, да, душит их. И как бы там, допустим, как на Западе, люди внешне такие, они счастливые, ходят, всё хорошо, а там внутри у них камень такой. Им тяжело жить, поэтому внутри. Понимаете? Восток. Что делать? Молиться. Какая разница? Везде молиться, делать всё одно и то же. Просто я говорю, как это действует по-разному. Вот. Я просто с Украины приехал, поэтому я ещё пока не включился. Шо иногда говорю. Ну, то есть там же украинцы, понимаете? Восток. Хорошая карма отстаётся внутри, а плохая выходит наружу. Поэтому на Востоке люди, они быстро отрабатывают карму, там тяжелее жить, тяжелее. Но внутри остаётся хорошая карма, и поэтому счастье накапливается. Восточное направление благоприятное для развития. Запада неблагоприятное, потому что надо собирать хорошую карму, а не растрачивать. Юг. Юг. Самое неблагоприятное направление, потому что ну, очень-очень быстро ускоряется карма, то есть ускоряется, и вся начинает отрабатываться, и хорошая, и плохая, то есть, ну, идёт как бы ускорение, человек может не справиться с этим. То есть Юг считается неблагоприятным, приятное направление для того, чтобы как бы спать, допустим, головой на юг, или переезжать на юг, тяжелее жить становится, кто переезжает. Сначала вроде бы хорошо, потом как нахлобучит, тяжелее становится в целом. А куда спать? А? Куда спать? Лучше на Восток. На Восток лучше всего. Ну, или на Север, допустим. Итак, видите, каждое направление имеет свою энергетику. Ну, то есть, каждое направление, смотрите, Солнечная система, она находится в одной плоскости. Так? Ну, если взять всю Солнечную систему, как все планеты, они вот, ну, в одном направлении вот так распределены, не вот так вот, а вот так. Так? Это называется плоскостью зодиака, назвали плоскостью зодиака. Разделили на 12 частей по 30 градусов. И получилось, как бы, определенные, ну, как бы, зоны, вот так вот. И каждая зона имеет свой характер. Этот характер, каждая зона описан в ведической астрологии, ну, в любой астрологии. И планета движется, когда она меняет взаим... То есть, так как характер пространства разный, то планета тоже меняет свой характер. И она по-разному на нас влияет. А комбинация всех планет, что создает? Свой неповторимый характер, который действует нам, вот, на эту зону Мохабхага, то есть, ну, вызывает в ней определенное воздействие. Эта зона состоит из-за таких узелков энергетических, которые называются карма-васаны. Карма означает деятельность, а васана означает узелок, узелки кармы, узелки деятельности. То есть, что происходит? В результате влияния, влияния планет, некоторые планеты не соответствуют энергетически нашей судьбе, и поэтому они на нас сильно не влияют. А некоторые соответствуют нашей судьбе энергетически, и поэтому они, ну, как бы происходит состыковка, союз-аполон. То есть, энергетический удар происходит в организм, внутрь, вот в эту зону, вот этот шарик, и из него высходит очень судьбоносная энергия, она называется вегас, то есть импульс, санскрит переводится, импульс, выходит оттуда импульс, энергетический. И что он делает, как вы думаете, этот импульс? Вот у нас есть вот этот слой, там, мы знаем, настроение, там, я вам перечислял, ощущение счастья, там, и все прочее, и мысли, в конце концов, самый последний. Как знаете, когда жирафа за ногу иголку уколоть, у него проходит какое-то время только, и он чувствует, потому что он большой. Понимаете? Так и у нас тоже, как бы, такая проблема, что мысль, до мысли, как карма доходит не сразу. Понимаете? Но самая большая проблема, даже не в этом. Самая большая проблема заключается в том, что мы энергетически связаны со всеми, с кем мы живем. Со всеми. Даже с директором завода. Хотя мы об этом не знаем. Мы думаем, что он как бы сам по себе живет, я сам по себе. Но непонятно, зачем он меня уволил, гад? Так вот, люди, которые медитируют на карму, на свою, они в конце концов узнают, что все, что происходит снаружи с нами, связано только с тем, какие импульсы исходят из этого вот шарика. Представляете? Ерунда какая. Мы-то думаем, козел виноват передо мной, а оказывается нет. Оказывается, он просто действует, потому что так вознуждает его сила, идущая из нас. Вот красненьком, девушка, с вами молодой человек хорошо себя ведет или нет? Да? плохо. Но ведь не всегда же так вел. Вот что-то он назверел последние полгода. Вы уже понимаете, не будем продолжать, да? Правда? У вас сейчас просто тяжелый период идет, у вас идет этот импульс изнутри, связанный с личной жизнью, и связанный именно с уважением близкого человека. человек. То есть, представляете, просто механика работает, а мы вот этому придаем значение, думаем, что вот он виноват передо мной. Вы так не думайте. Это означает, что вы мудрый человек. Знаете, кто такой мудрый человек? Кто распознает силу кармы. Если человек понимает, что все происходит в результате его собственных проблем, все, кто о нем думают, как поступают, как с ним, то этот человек обладает знанием о том, что такое жизнь. И он всегда спокоен. Понимаете, так же, как волны как бы бушуют в океане, волны бушуют снаружи, а внутри океан спокойный снизу. Так? Так и человек, он должен жить внутренней жизнью, а не внешней. Вот эти волны, которые бушуют снаружи, не должны выводить его из равновесия. Он должен понимать, что все это результат просто его прошлых поступков. Все. Итак, смотрите, проблема нашей судьбы заключается в том, что я как бы ничего плохого не делал вообще никому. Я просто хотел быть счастливым. И все, да? То есть я хотел, чтобы все было хорошо. И хотел даже, чтобы все были счастливы. Но наступает плохой период в судьбе, и планеты так встают, что туда, вот сюда вот, мне действует сила, которая в первую очередь, в первую очередь, не настроение мне портит, а она начинает портить настроение и отношение ко мне тех людей, которые связаны со мной по судьбе. и даже начальника налоговой инспекции. Вот представьте себе, всех вот, кто связан со мной по судьбе, мы очень сильно связь имеем. Мы, вот, мы, допустим, встали под влияние чьего-то, все, мы с ним, с этим человеком имеем связь, и мы сами не понимаем, он не понимает, но это происходит вне нашей воли. Эти отношения происходят вне нашей воли. Но те, кто изучают эти все вещи, они могут, как бы, продиагностировать. Ну, допустим, вот женщина в первом ряду, вот, шарфиком, да, не вы, а вот она рядом. У вас, что сейчас с работой-то, тяжело, что-то там? А? Да? Что с работой происходит? Там процесс идет тяжело. Он начался, он тяжело, где-то месяца три назад, наверное, да? Может, чуть побольше, так, ну, вот в это время, где-то. Месяца два назад. Ну, вот, это и есть то, что, это влияние солнца. Солнце так действует, у вас, представляете, вот это солнышко светит, оно так-то хорошо на вас влияет, вы его любите, но вот там, внутри, вот туда, оно щелкнуло, и вышло, определенная сила, которая раз, и повлияла на всех, кто связан с работой. Все. И самое интересное, что уже через месяц это все пройдет. Пройдет где-то месяц, чуть больше, и у вас раз, опять все нормально будет. Представляете, фигня какая. и мы вот в ней во всей живем. Страшно жить, когда не знаешь, зачем живешь, тогда страшно жить. Но если ты знаешь, что ты не для этого всего живешь, что этот мир вообще является испытанием, что этот мир, это экзамен для нас, это не место для наслаждения, но если человек понимает, что в чем суть экзамена, тогда ему не страшно жить. Если он понимает, что он душа, и что вот эта вся катавасия предназначена для того, чтобы мы в конце концов перестали вот этим внешним всем увлекаться и думать, что вот это нам сделает счастье, а мы чтобы погрузились в духовное, то есть духовное означает для начала это отношение друг с другом. Вот есть какие отношения? Бла-бла-бла-бла-бла-бла, это один вид отношений, а вот помнит сердце, не забудет никогда, это другой вид отношений. Понимаете? То есть человек просто думает хорошо о другом человеке или это означает внутренняя жизнь, то есть просто ты хочешь думать о всех хорошо, даже если человеку плохо и он плохо о тебе думает, ты все равно хочешь о нем думать хорошо и внутренне устраиваешься, чтобы не думать о нем плохо. Вот это называется внутренняя жизнь, понимаете? Внешне может все, что угодно происходить, а внутри должно быть все по-другому, понимаете? Человек должен победить вот это вот влияние плохой судьбы и должен начать думать хорошо, потому что есть разные сферы влияния на нас. Есть влияние судьбы, есть влияние плохое на здоровье, есть влияние плохое на жизнь, есть влияние плохое на отношения, понимаете? И во всех этих спектрах может приходить карма, Но как человек может победить карму? Если он начинает думать, что этот человек, это событие, эта страна, эта ситуация делает мне хуже, это значит, что он идёт на поводу кармы. Человек должен принять, вот даже в боевых искусствах есть такой метод, принять удар. Принять удар означает, тебя бьют, а ты как бы принял, то есть, ну принял, понимаете, то есть, как бы не дал, не возмутился, принял удар. У меня в Новосибирске есть один знакомый, он мастер спорта по вольной борьбе, и он рассказывает, я говорю, ну вас же бросают, говорю, я сам занимался, но мне интересно было его мнение узнать. Тебя же бросают, говорю, почему ты ходишь бороться? Он говорит, знаешь, как-то хорошо, вот ты так борешься, не борешься, потом хрязь тебя, обмак, бросили. И так думаешь, вот судьба, судьба такая тяжёлая, хрязь, меня бросили. И он говорит, ты так, и хорошо, и хорошо, что тебя бросили. Думаешь, ты настоящая жизнь, ты настоящий мужчина, тебя бросили, а ты так, и на хорошо. Ну то есть, понимаете, зачем люди борются? Ну чтобы взбодриться, чтобы не думать, что всё плохо. То есть, его бросают, обмат, а он как-то раз, и хорошо, понимаете, идею? Или нет? Женщина не понимает. Мужчин понимает? Мужчин понимает. Женщин другую идею понимает. Ну, что делать? Женщина борьбой занимается, значит, что делать? Вот. Итак, идея в чём заключается? Человек должен принимать судьбу. Вот он должен быть согласен, понимаете? В этом идея всей судьбы заключается. Надо быть согласным. Но для того, чтобы быть согласным, надо знать почему. А вот это самая большая проблема. Допустим, человека бросают. Или уходит близкий человек, допустим, из его жизни. И он, знаете, почему мучается? С одной стороны, из-за разлуки, но самое сильное мучение... Все писания говорят об этом. Самое сильное мучение происходит не из-за этого. Самое сильное мучение происходит из-за того, что мы не согласные. И мы не понимаем, почему. Мы бы, может быть, были согласны, если бы мы понимали, почему. Понимаете? Вот в чём проблема. Мы не понимаем, за что. За что мне вот такое? Я же хороший человек. Вот. Я хороший человек, а меня хрясь. И за что? Вот молодой человек сидит вот на втором ряду. Вы хороший человек? Да. Но вот я чувствую, что что-то с личной жизнью, вот что-то хрясь произошло. Да? Что-то такое. И вы думаете, за что, да? Что такое вообще, да? Так или нет? Ещё не думаете пока. Уже знаю, за что. Уже знать. Блин, такие люди пошли на лекцию попались. Что я тут делаю? Я помню, меня долбануло год-четыре назад. Я вот всю тему изучил, всё. Очухивался полгода, наверное. Никак не мог понять, за что. Ну, то есть я вроде всё изучил, всё нормально. И так. И пошло. Понимаете, всё то же самое. Всё то же самое. Потому что сила необъятная. Сила судьбы, она необъятную природу имеет. Она очень огромная, мощная. То есть нельзя думать, что я сильнее. Может так хряпнуть, что мало не покажется. Близкие люди могут оставить тебя в жизни. Или самое любимое дело потерять ты можешь. Всё, что угодно может произойти. Нет никаких ограничений у судьбы. Некоторые узнают, что он раком заболел. Представляете? То есть тоже неожиданная такая хорошая новость. Вот. Которая сразу вызывает определённые чувства в сердце. Что опасно. То есть как дальше жить с этим совсем. Но самое интересное, что мы же все умираем потихоньку. Люди просто не понимают, что мы все раком болеем. Потому что есть такая штучка, которая действует на этот мир. Называется время. И это время, оно непреодолимую силу имеет. И ничего нельзя сделать. Я недавно познакомился с трудами одного величайшего мыслителя. И он говорит, надо в трубочку дышать. Просто в трубочку дышишь. Можно время отодвинуть. Или они времени. Прожить, я говорю, я планирую прожить до 120 лет. В трубочку дышишь просто и всё. Чем чаще, тем дольше проживёшь. Всё очень просто. Видите, как оказывается. Какие мы умные. Всё такое энергия времени. Она всё старит в этом мире. Мы вообще, мы, тут ни при чём. Мы души, понимаете. Мы не стареем. Не расстанусь с комсомолом, буду вечно молодым. Понимаете. То есть мы не стареем. Стареет тело. Вот это вот тело. Даже психика человека не стареет. Представляете, она выходит из тела, из вот этого. Вот так. И всё. Вот. И душа вместе с психикой выходит. И всё. Вот она как была, так и была. Она потом в следующее тело попадает. Всё вот эти вот, то, что я перечислял, вот эти психические структуры, они все потом попадают в следующее тело. Всё. Понимаете идею? Что это всё не умирает. Вот эта психика я, вот даже психика я не умираю. Умирает вот это вот. То, что я думаю, что это я, а это не я, оказывается. Вот оно и умирает. И вся проблема заключается в том, что я считаю, что вот это я. Если бы я так не считал, было бы всё классно, понимаете. Потому что, ну умирает, умирает. Если не я. Ну, бутылку у меня отняли, допустим. Ну, печально, пить нечего во время лекции. Но, как бы, ничего страшного. Это же не я, бутылка. Вот она же не приросла вот так. Меня не отдирает же эту бутылку вот так от тела. И тут кровь как бы не идёт. Видите, мы очень приросли к телу. Так? Что такое духовное знание? Первый этап духовного знания означает «я не тело». Я не тело, я душа. Жизнь прекрасна, хороша. Ну, то есть человек должен понять, что он, как бы, другой, что он вот здесь находится. А я просто так не поймёшь. Потому что вот эта штука, вот эта штука, которая здесь находится, карма, она хочет за счёт тела жить, строить свои планы. Девушка там красится, то есть она планы строит за счёт тела. Потому что, ну, это предполагается, что если я девушка, значит, на меня должны смотреть, любить меня все должны. И за счёт этого, как бы, происходит жизнь. Но она не знает, девушка, что если карма будет плохая, хоть краси, хоть нет. Это будет похоже, как вот на противогаз, вот нарисуешь, как бы, то же самое. Потому что, на самом деле, идея-то в чём, почему у девушки вот красивая, почему красивая, вот это вот всё вот красивая, а девушка вот это вот всё, почему происходит? Потому что исходит изнутри определённая сила, которая делает вот эту вот всю красоту. Если эту силу убрать, то останется противогаз один. Его хоть красят, хоть не красят, ничего не изменится. Некоторые девушки видят, у них плохой период в карме происходит, они красятся, смотрят противогаз. Они не согласны с этим, думают, что все-таки другие видят что-то другое, но скажу вам по секрету, другие видят то же самое. Почему? Потому что в это время женщина, она не излучает вот это вот то, что делает ее красивой. Все. Вот само вот это вот все, оно может быть хорошей формы имеет, но все равно будет противогазом просто и все. Не верите мне, девушки? Верите? Что оттуда что-то должно исходить вот такое, что делает красивой. И это называется хорошая женская карма исходит. Она исходит всего от трех планет. Венера, Луна и Меркурий. Все. Представляете? Гады. Всю жизнь испортили. Но на самом деле жизнь человека, она не зависит от этих планет, потому что от этих планет зависит наша жизнь внутри этого тела, понимаете? А мы не тело, мы душа, а вообще не у нас есть душа. У меня есть душа, некоторые говорят. Не у тебя есть душа, а ты душа. И у тебя есть тело. Это наоборот все, понимаете? Наоборот. И ты не Олег Геннадьевич, не доктор, а ты душа, которая живет в Олеге Геннадьевиче. И очки не на тебе сидят, а на этом Олеге Геннадьевиче, который не ты. Понимаете? Вот это очень сложно понять. Потому что душа имеет тонкое тело. Я разок в Иваново лекции читал, приехал туда. Нас поселили в квартиру, такую трехкомнатную квартиру. Сразу зашел, что-то не то, думаю. Я спрашиваю хозяева, а что вы сами здесь не живете? Они говорят, нам страшно. Нас поселили. Я говорю, а что страшно? У нас, говорит, бабушка умерла два месяца назад, и нам страшно что-то здесь жить. Я понял, почему страшно. Ну, как бы мне некогда было сильно об этом думать, но я понял. И потом я сплю ночью на следующий день. Открываю глаза, а когда человек открывает глаза ночью, он видит тонкий мир. Естественным образом видит. Смотрю, бабушка идет на меня. Я лежу, бабушка вот так идет. Я так раз, начал хлопать, и бабушка убежала сквозь стену. Потом я спросил, как бабушка выглядела вообще в жизни. Рассказали, похоже. Бабушка, оказывается, еще не ушла никуда. Она там жила, в тонком теле, в этой квартире. Но я за бабушку помолился, и она потом полетела дальше, потому что больше она не появлялась. Но идея в чем заключается? В том, что мы же не понимаем этого всего. Мы вот здесь живем, там машина, дом, квартира. Это продолжение нашего вот этого, вот этой штуки. Понимаете? Но когда этой штуки нет, ты машиной управлять не сможешь. Понимаете? Ты можешь в квартире ходить, но там никому не нужен. Тебя там вот так вот делают. Понимаете? Вроде бы моя квартира. Но у тебя вот так вот там делают, понимаете? В этом проблема большая заключается. Что мы этого не понимаем всего. Мы думаем, все будет хорошо. Конечно, будет хорошо. Мы же вечные. Но когда человек с телом что-то происходит не то, в результате кармы, знаете, что происходит с человеком? Он сильно страдает. Потому что думает, что он тело. А это большая проблема. Надо очень четко осознать, что жизнь вечную природу имеет. Человек для тела должен жить обязательно, потому что мы без тела все равно не сможем. У нас тело все равно, без тела женщина замуж не выйдет. Надо заниматься телом, иначе замуж не выйдешь. А замуж не выйдешь, вот эта штучка не появится. которая как бы хорошенькая. Не появится штучка эта, и поэтому жизнь будет несчастной. Поэтому надо очень четко понять вот эту всю вещь, что тело все-таки нужно. Но я не тело, иначе будут проблемы, если человек думает, что он тело. Потому что будет негативное мышление. Знаете, что такое негативное мышление? У меня пальчик заболел. Это не у тебя пальчик заболел, это у тела пальчик заболел. Если у тела пальчик заболел, по крайней мере внутри все спокойно. Я не болею, болеет пальчик. Человек может трезво вылечиться, понимаете? Но если человек очень сильно привязан к телу, и он думает, что вот он этот пальчик, он просто обмечется, потому что душа не может понять, что такое болезнь, что такое смерть, что такое тело. она вечная, понимаете? И поэтому она чувствует, что такое, ей непонятно, почему пальчик заболел. И она мучается неимоверно, пальчику от этого еще хуже становится, потому что психические функции, когда нарушаются, физические тоже нарушаются. И психика на первом месте стоит. Понимаете? Вот в этом вся катавасия заключается, что из-за того, что мы сильно к телу привязаны, мы сильно страдаем. Допустим, девушка ко мне пришла одна на консультацию, говорит, Олег Геннадьевич, я занимаюсь шейпингом и голоданием, и всем прочим, я не худею. Я говорю, так это не вы не худеете, а тело не худеет. Она говорит, чего? Я понял, что дальше разговаривать бесполезно. Потому что она не понимает. И она будет мучиться неимоверно, потому что в теле, на уровне медходата, вот этого психического канала, который мы обсуждали с вами, матрешка, помните, мы говорили в начале лекции, там просто заблокированная энергетика, там она, вот хоть что делая, она просто не движется там нормально, и все. Поэтому там скапливаются, скапливаются и скапливаются жировая ткань. Все. Я могу пальцем показать у кого, не хочу, чтобы вы не обижались на тело. И на меня. Понятно или нет? Идея. Что оно просто, это тело, оно так, как время движется, вечное, оно как движется, оно все время его старит. Вся материя стареет. Вот этот стол стареет, компьютер стареет. Вот как вы думаете, если я компьютер положу, упакую, вот, положу, упакую, все, он будет вечно лежать или нет? Он крякнет когда-нибудь или нет? Без работы крякнет. Почему? Потому что время-то действует, там все стареет внутри. Понимаете? Я уж не говорю о том, что если тапочки возле квартиры поставить, не следить, они почему-то пропадают. Вот, я об этом вообще не говорю. Не только время действует, как бы вокруг, все действуют. Но время, оно действует само по себе. Понимаете? И оно что делает? Оно старит тело. Понимаете? Старит тело. И вот дыши в трубочку или не дыши, все равно тело будет стареть. Другое дело, что если будешь дышать в трубочку, то оно не будет стареть раньше времени. Действительно, дыхательная гимнастика, она пробивает каналы энергетические, и это хорошо. Я не против вот этого аппарата дышать в трубочку. Я не против. Я просто против того, что человек считает, что он может увеличить продолжительность жизни с помощью этого аппарата. Продолжительность жизни не увеличишь, она уже тю-тю. У нас есть орбита жизни, так же, как у атомов, есть период полураспада. Так, вы знаете же, да? Так же есть период полураспада и у нашего тела. Вот наше тело, как определенная структура, она имеет период, то есть орбиту жизни. Придет время, и неизбежно придется оставить тело. Но чаще всего мы проживаем меньше, потому что мы живем неправильно. И цель человеческой, как бы, арведы, там, все эти оздоровительные практики, чтобы отдать концы вовремя, понимаете? Чтобы тогда, когда положено, а не то, чтобы продлить жизнь. Понимаете? Вот в чем идея-то заключается. Так, мы немножко отвлеклись от самого главного. Самое главное заключается в том, что человек должен понять, за что страдает. А понять невозможно, потому что, когда страдания приходят, у человека выключается разум. Разум действует только в атмосфере любви и спокойствия. Что такое разум? Это сила, способная победить судьбу. Ну, что такое разум? Есть вот эта штучка, там душа посередине, вот эта штучка есть, да, все нормально. Есть ум, который работает, все тело, трудится, все происходит, все это происходит по карме. То есть, вот эти вот импульсы там исходят, и все это работает. Почему? Потому что душа хочет жить. Душа хочет жить, желание жить заставляет все расцветать, тело. Первое сначала, так как душа сначала первой половины жизни исходит очень много положительной кармы, а во второй половине жизни увеличивается количество плохой кармы. Поэтому сначала тело расцветает под влиянием энергии души. Энергия души называется сознание. Эта энергия, она сначала растит, тело развивается, потом, когда у нас уходит переломный период, тело уже не развивается, а стареет. Так или нет? Почему карма больше плохой стала? Вы маленького ребеночка берете, что увидите? Душенька моя. Если вы хотите понять, как выглядит сияние души, посмотрите на грудного ребенка. И вы увидите, что он такой красивый, такой хороший. у меня 100% ребенок индиго, 100%, все женщины сейчас. Все женщины, у меня 100%, у вас может и не индиго, он у вас немножко кривоватый, а у меня индиго, хоть тоже кривоватый. Вот, понимаете, свое ребенка все женщины любят безумно. Почему? Потому что вот эта вот штучка вокруг души, вот этот вот шарик, он у детей прозрачный, его почти не видно. Ну, то есть я изучаю эту тему, смотрю у ребенка, почти нету, понимаете? Но это не значит, что совсем нету. Телесные проблемы у детей остаются, психических проблем, имеется в виду проблем отношений меньше. Ну, то есть, смотрите, ребенок может болеть физически и психически, так? С самого рождения. Но все равно все его любят, так? У него нет проблем с тем, чтобы его любили, когда он совсем маленький. Понимаете, о чем я говорю? Это означает, что карма по отношению к другим людям у ребенка не работает. К событиям другим людям под защитой находится в это время. Понимаете, о чем я говорю? На ребенка смотришь, и он как душа, он светится, чувствуешь, от него идет сияние. То есть он такой, как святой, такой мудрый, такой чистый. Вот. Не хочется вот так... Почему? Потому что от него идет энергия чистая, красивая. от ребенка. Хочется его... Попу поцеловать. Теперь, приготовьтесь к моему вопросу. Ну, вы, пожалуйста, не обижайтесь на меня за этот вопрос. Хорошо? Ну, вы приготовьтесь к нему. Почему бабушек и дедушек вот так... Попу поцеловать не хочется? Вот как вы думаете, почему? Плохая карма. Плохая карма. Правильно? Чем взрослее человек, чем взрослее человек, тем больше из него исходит вот этой энергии, которая вот... Фу! Фу! То есть плохая карма фу означает. Может так быть тоже. Ну, как бы... Всех по-разному. Понимаете? Ну, если любовь, все по-другому. Вот мы, знаете, что под любовью понимаем? Вот здесь штучка есть такая, вот здесь, которая есть хорошая карма, которая плохая есть. Когда мужчина и женщина друг на друга смотрят, что происходит? Взгляды встретились, они, конечно же, сразу полюбили друг друга. Да? Вот. Это что значит? Это не значит, что возвышенные какие-то отношения там, что какие-то вот неземные чувства, понимаете? Нет, это не это. Это значит, что девушка своим взглядом у парня из сердца вытаскивает хорошую карму наружу, просто взглядом представляет, так сила женского взгляда на сердце молодого человека, он ничего не подозревает. Думает, что это все честно. Вот. На самом деле, никакой честности нет, потому что она на него смотрит, и у него все хорошая карма вышла наружу, и он такой, мне хорошо с тобой, и в снегопады дождик проливной. То есть у него пошло. Вот это. Такое чудо, как любовь. Понимаете? Но это не любовь пошла, а вот карма, понимаете, хорошая. А он перепутан, думает, что это любовь пошла. В этом проблема заключается, потому что, а вообще бывает иногда вообще плохо. Вообще плохо. Вот девушка вытягивает у парня, а парень пробует вытянуть, но не может. Называется несчастная любовь. То есть у него пошло, он чувствует, что у него классно, ему классно с ней, а он пробует, и ей с ним не классно. Он спрашивает, ты чувствуешь? Она говорит, нет. И он думает, что она его обманывает, потому что он-то чувствует, он говорит, ну я-то чувствую. Она говорит, а я не чувствую. Понимаете? И он говорит, я тебя люблю, потупо, потупо, больше не люблю. Потому что, как бы, он не знает, что делать с этим совсем. Любовь, любовь. То есть, что делать не знает. Почему? Потому что она, у ней вот эта вот, ну, не срабатывает система, а у меня срабатывает. Понимаете? Так это не любовь, ребят. Любовь-то означает верность, означает искренность, означает служение друг другу, означает уважение. Это любовь. То есть, любовь-то, она не создается просто тем, что у нас комбинация произошла. Мы совместимы, Олег Геннадьевич, или нет? Ну, хорошо, вы совместимы, что дальше? Это значит, что у нас все будет хорошо. Вы заблуждаетесь. Потому что, какая-то вот то, что выходит хорошее, оно же кончается, понимаете? Вы пробовали майонез из пакета выдавливать? Что, он бесконечно, что ли, давится? Потом раз, смотришь, ничего нету. Здесь то же самое, выдавливаешь, выдавливаешь любовь из близкого человека, потом раз, кончилось. И девушка говорит, ты раньше на меня по-другому смотрел. Вернее, ты смотрел точно так же, но было по-другому почему-то. И говорил точно так же, но было по-другому. Ты, наверное, меня разлюбил. Она говорит, нет, я и так же отношусь. Причем, кончается у всех по-разному, понимаете? У одного кончился, другого еще нет. И тот, который кончился, он обижается. Он говорит, я тебе любовь даю, он же чувствует, что он балдеет. А ты мне не даешь, гад. И выжимает его, а уже все, уже кончилось, выжимать нечего, уже пакет пустой, понимаете? Видите как? Оказывается, это просто эксплуатация. Ничего общего с любовью это не имеет. Любовь, потому что настоящая, означает служить. Потому что есть другой тип мышления, энергии. Это называется деятельность разума. Что такое делать разум? Что он делает? Он с помощью знания, не с помощью балдежа вот этого, а с помощью знания понимает, что на самом деле можно не по карме жить, а выше кармы. Означает просто служить близкому человеку, верностью, уважением, искренностью своей, делать его счастливым. Это по карме близкому человеку или нет? Нет. Это по моему желанию. Веди меня, олень, по моему хотению. Понимаете? По моему хотению. То есть деятельность разума. Не в данном случае не по моему балдению, а по моему желанию служить. Карма хорошая тратится, как и плохая. Когда плохая тратится, мы страдаем. Когда хорошая тратится, мы балдеем. А? Снова влюбился в человека, да? Кто говорит, со мной руку поднимет? Не вижу. Вы, да? Через месяц вновь. Потому что кончилась карма хорошая с этим человеком. Это же автоматика все, понимаете? А вот как строить судьбу на основе разума, понимаете? На основе... Нет, это просто... Знаете, что такое? Try and buy. Не знаете? Try and buy. Демоверсия. Знаете, что такое? Не знаете? Как вам объяснить? Это... Когда... Это... Пробник. Это... Версия с ограниченными правами. Спасибо. Кто сказал? Спасибо большое. Вам... Я еще очень... Вы поняли, что такое версия с ограниченными правами? Нет? Не поняли? С ограниченными возможностями. Сейчас я вам объясню. Смотрите. Вот, допустим, вы пришли на свой концерт. Свой концерт. То есть вы сели, вот вам должны для вас концерт давать, да? Вы пришли раньше на 10 минут, допустим, да? И вы такое... И к вам, допустим, перед вами... Там поют. Я вас люблю любовь, любовь еще быть... Ну, такое... Значит, поют для вас. Ну, а потом через 10 минут занавес закрывается это... Мне кажется, что это не для вас пели. Это просто показывали, как надо петь. Потом, когда для вас открывается, и там... ту-ту-ту-ту-ту-ту-ту... Ну, это совсем другая музыка, понимаете? Человек должен запомнить демоверсию. Вот это вот то, что было в первый раз. Он должен запомнить, потому что это конечный результат. Бог дает нам вот это ощущение счастья в отношениях, чтобы мы поняли, за что живем. Мы должны помнить в близком человеке вот эту вот чистоту, которую мы увидели в первых отношениях. Это он такой и есть, этот человек. Это так... Его энергия души так выглядит, понимаете? Но карма потом, которая выходит наружу, она все это заслоняет, и надо служить близкому человеку, заботиться о нем, проявляя разум. Что значит проявлять разум? Означает прощать. Означает пытаться во что бы то ни стало, как бы стараться помогать ему во всем. Воспитывать его очень нежно. Тоже важно. Это проявление любви. Есть два проявления любви. Одно проявление это служить человеку тем, что делать ему хорошо, а второе проявление любви это не давать ему возможность портиться. Люди вонять же начинают, когда слишком хорошо. Надо отстраняться от человека как бы и с любовью тоже, относясь к нему, не давать ему наглеть. Это все проявление любви, потому что, когда человек не любит, он думает, не буду портить отношения. Может быть, само все пройдет. Он не проходит само. Надо вкладывать силы внутрь. А мы не хотим, мы хотим наслаждаться человеком, поэтому мы ждем, терпим. А потом все развалится, говорит, он плохой человек, он обнаглел. Нет, это я плохой человек, я не хотел служить. Самое ужасное заключается в том, что мы вот эту деятельность судьбы воспринимаем как то, что нам положено. В этом заключается самая большая проблема в жизни, понимаете, человеческой. Мы эту деятельность судьбы воспринимаем как то, что нам положено. Это ужасно? Потому что есть такая очень плохая, очень плохая это прибаутка. Не буду говорить слух, шепотом скажу. Положено это то, что наложено. Это положено, понимаете? А все остальное это очень временно, понимаете? Вот когда страдание приходит, человек понимает, что ему положено. А вот это все, он думает, вот это и есть то, что у меня должно быть. Нет, это временно все. Потому что когда страдание, жизнь растягивается, она становится очень медленной. В тюрьме кап, 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 понимаете? Это вечность прошла, три капли капнула с потолка. Очень медленно время течет, когда человек страдает. Когда счастье, у него все быстро очень. Понимаете? Почему? Потому что наслаждение это не то, для чего человеческая жизнь предназначена. Все это временно, быстро проходит наслаждение. А потом дальше правильный ответ. Теперь правильный ответ. В чем правильный ответ заключается? В том, что если человек не хочет служить своей жизни, служить Богу, который дает силу преодолевать карму, божественная, божественная сила преодолевает карму, понимаете? Как служить Богу? Изучать Писания священные. Вот какие у вас есть Писания, изучайте их, там написано, как надо жить. И надо так жить, понимаете? Это означает, что ты живешь не для себя. Там не написано, что балдеи, ходи, наслаждаясь всем вот так вот, и все будет классно. Нет, там написано, надо прощать, надо раскаиваться, надо просить прощения, надо рано вставать, надо кушать правильно, надо ходить в храм и так далее. То есть надо служить, служить, близкому человеку тоже надо служить, выполнять свои обязанности, женщины женские, мужчины мужские. Это что, классно? Нет? Это тяжело, это тяжело, но это и есть то, для чего человек рождился человеком. И тогда он начинает чувствовать, что близкий человек лучше относится, то есть меняется судьба, понимаете? То есть жизнь меняется благодаря служению. Допустим, тело что хочет? Она хочет все наоборот. Утром что тело хочет? Спать. А надо вставать, это деятельность разума. Вечером что тело хочет? Продолжать? Не спать. А надо его заставить ложиться спать. А если я сова? А если вечером спать не хочется? Вот видите, у вас много вопросов по этому поводу. А допустим, если надо какать, а запор к лизму, видите, то есть есть выход, всегда есть выход, так? Выход заключается в том, что надо что-то делать с этим, потому что есть законы, как надо жить, понимаете? Если мы их не соблюдаем, будем болеть за это, страдать. Допустим, женщина говорит, а если я не хочу беременеть? Ну, значит, потом тогда будет поздно. Есть законы. Вот возраст такой, надо все, идти и беременеть. А если не получается, значит, надо лечиться, и что получилось? Стараться надо, понимаете? Забеременеть со всех сил. Потом надо выносить, стараться со всех сил, потом рожать, стараться со всех сил. Все. Потому что вы женщина. Надо вот, время пришло, надо вот так вот. А мужчина, время пришло, он должен, что он делать должен? Он должен вот, что он делает. Вот так вот. Идти в ЗАГС. А что делать? Приходится, это же время пришло уже, все, хватит дурака отвалять. Прыгать из одной кровати в другую. Надо уже все, в ЗАГС, одна кровать у тебя, все. Больше других не будет уже. Начать, что мужчиной стал уже, не обезьянкой, был обезьянкой, стал мужчиной. Мужчина означает, верный человек. Видите, все не так просто в этой жизни. Это то, что побеждает карму. А карма, это вообще от нас не зависит. Это просто автомат, понимаете, который действует, как просто жестко, железно. Хороший ты или плохой человек не имеет никакого значения. Пришло время, хрясь. И все. Называется карма, очень жестокая штука, понимаете. Хоть мы и верим, что все будет хорошо, это наши проблемы. Доктор, я могу на что-то надеяться, смотря на что ты хочешь надеяться. Зря вы пришли на эту лекцию. Я не знаю, что сказать еще. Покарми. Ну, сейчас будем говорить, конечно, с ней борется. Правильно. В чем вопрос? А? Не нужно менять свою судьбу, нужно принять свою судьбу. Принять означает совсем другое, что вы думаете. Принял пулю на вздохе, чтобы солнце взошло на востоке. Понимаете? Принять судьбу что такое, нет? Вы, собственно, послушайте песню, припоймете. Мы вращаем землю локтями, понимаете? То есть принять судьбу означает выполнять свой долг. То есть идея в чем заключается? Ну, песни, они же помогают, да? Нам песня строить и жить помогает. Вот. То есть в чем идея заключается? Идея заключается в том, что надо сначала принять, потому что если ты не примешь, у тебя разум не начнет работать. Когда человек принимает, он успокаивается. Разум работает только в спокойном состоянии, разум меняет судьбу. Означает молитва. То есть разум, когда включился, ты можешь сосредоточиться на святом человеке, аначе у тебя просто мозги набекрень, то есть ничего не соображает голова. Потому что ты не принял судьбу. Когда принял, успокоился, подышал, все, принял. Все, можно молиться. Означает побеждать судьбу или желать всем счастья, кланяться мысленно, просить прощения, прощать. Это надо, ну, сфокусироваться на этой деятельности. Понимаешь, ты же не можешь вот так вот это делать. Означает, что судьба действует. Но человек должен принять судьбу. Даже в концлагере можно принять судьбу. Где угодно. Перед смертью. Вот все уже, тело оставлять, надо принять судьбу, иначе оставишь тело неправильно. Надо правильно тело оставлять. Надо думать о Боге в момент смерти. И тогда человек, божественное пространство попадает. Карма сгорает в этот момент. Понимаете, экзамен последней жизни. Означает принять судьбу. У тебя плохо, у тебя все там закупаривается, все эти каналы психические, они цепенеют, а ты должен сфокусироваться на святом человеке, на Боге в этот момент. Принять судьбу означает спокойно принимать, что тело отваливается, все от тебя. Оно так работает, сама система. Ты что хочешь, то и делай. Если люди себя считают телом, они что, до последнего такие? Понимаете? До последнего. Не работает система. Надо расслабиться, принять все, тело отваливается, все, ты сфокусировался на Боге и не обращаешь внимания, что он дергается там, что-то с ним происходит. Понимаете? Это серьезная наука. Разум должен быть спокойным. Надо учиться быть разумным человеком. Означает верующим. Что значит разумность? Означает, что ты веришь, что ты духовный, что есть высшие силы, которые тебе помогут. Когда они тебе помогут? Когда ты на них настроишься. Что такое разум? Разум – это сила, которая связана с свободой выбора. Что такое свободный выбор? Означает отказаться от судьбы, от своих желаний. Что такое судьба? Это желание, желаемое и нежелаемое. Это судьба. Все, что я хочу – это судьба. А также все, чего я не хочу – это тоже судьба. Человек должен забыть и про то, и про другое. И молиться святости. Потому что святость – это и нежелаемое, и нежелаемое. Это не то, не то. Понимаете? Это просто то, что может нас спасти. Но мы к ней не имеем никакого отношения. Это просто знание говорит, что человек должен обратиться к той силе, которая связана с божественным. И тогда карма начинает сгорать. Вот эта штучка, вот эта вот, вот эта штучка, она уменьшает свое влияние на нас. Она перестает действовать, когда человек говорит о Боге, думает о Боге, молится ему, желает всем счастья. Даже божественное есть, даже в человеке. Когда мы прощаем людям, когда мы им желаем счастья, меняется судьба. Меня разок из-за того, что я постоянно всех лечил, и мне некогда ходить было на лекции, разок хотели выгнать из института. Два раза меня хотели выгнать. И один раз я вам сейчас расскажу историю. Ну уже все, уже выгоняли. Точнее меня пригласили, как бы, услышать результат. Там было собрание, там деканат. И меня пригласили услышать результат. И я тогда уже изучал вот эти все вопросы. Это было на втором курсе Минститута. Я мысленно кланялся всем людям, которые проходили мимо меня. Вот так кланялся мысленно. И, ну, как бы, настраивался так, чтобы у них все хорошо было в жизни. Не думал о себе, думал о них. Я изучал эту тему, экспериментировал, понимаете. Некогда был думать, выгонять меня, это неинтересная тема была. Я кланялся им, как бы, хотел, чтобы они были в них, все было хорошо, чтобы у всех. И там один человек сидел на этой комиссии, который меня хорошо знал, мы были знакомы. Вот все, кто прошли мимо меня, они подняли за то, чтобы я остался. А все, которые там уже были, когда я пришел до этого момента, они подняли против. И большинство голосов в один голос меня оставили. Но это уже не деятельность кармы, понимаете, так подействовала свобода выбора. То есть я просто настроился хорошо по отношению к этим людям, и они меня простили. Я, конечно, плохой, я эридистка, я не хотел на лекции ходить. Я сейчас признаю. Но если бы мне опять вот ситуация бы создалась, я все равно пошел бы всех лечить в палаты. Я бы не ходил на лекции все равно. Я не знаю, почему. Потому что я, когда слушаю лекции, неправильно читается, меня с ума схожу. У нас был один преподаватель по физиологии. У него вот так лицо такое вытянутое было, я его назвал Огурец. Ну я студент был еще молодой. Вот. И он, когда читал лекцию, так как он просто без сердца читал, так бу-бу-бу-бу-бу-бу-бу, вот так читал лекцию очень быстро, бу-бу-бу-бу-бу, вот так. Я, ну представьте, вот вы сидите в зале, вот так вот. Я это, я передразнивал его, вот так. Он когда отворачивался к доске, я говорил, брррр, вот так вот. И потом делал вид, что я пишу, когда он поворачивался. Но он меня вычислил. В этом еле-еле уговорили, чтобы мне хотя бы третий раз по физиологии хотя бы не тройку, ну хотя бы тройку поставили. Понимаете, не мог я на Огурец и ходить. Карма такая. Вот. То есть карма – это такая штука, которая вот не нравится и все, ничего не сделаешь. Вот хочется по-другому, это означает карма. Понимаете? Не могу и не хочу. Ну то есть такая ситуация. Ну человек должен заставить себя. Он должен делать как положено, понимаете? Он должен победить свою судьбу. Он должен делать правильно в своей жизни. В этом и заключается победа над судьбой. Надо, допустим, улыбаться мужу. Не хочется, а надо. Хочется поспать с другим человеком, он приятнее, красивее, лучше, чем мой козел. Вот. Но нельзя. Нельзя неправильно так поступать. Создадутся неблагоприятные связи в судьбе, и ты разрушишь свою личную жизнь, потому что есть родные люди, они Богом даны. То есть, понимаете, родные означают, Богу нравится, что мы вместе. Он нас соединил, ему нравится. Если, допустим, мы с другими спим, Богу не нравится. Это означает, что у нас плохая судьба. Связь с низшими силами в судьбе начинается. Понимаете? Не те силы начинают влиять на нас. Удача отворачивается в жизни от человека, который действует неправильно. Он обманул, он, допустим, плохо со злобой думает о ком-то. Он, допустим, ненавидит кого-то, сплетничает, обсуждает кого-то. Судьба хорошая отворачивается от человека в результате. Так действует карма. То есть, у нас есть свобода выбора. Не то, что только там крутится вот этот вот, вертится шарик, шар голубой. Понимаете? Нет. Не только там это все. Это также зависит от того, как мы действуем в той атмосфере, в той среде, которую этот шарик создает. То есть, мы можем действовать правильно по законам Бога или действовать неправильно. По законам страны, допустим, разрешается убивать животных. Разрешается. Ну, никто не накажет тебя. Убил коровку свою, убил. Зачем ты ее убил? Кушать. По законам государства разрешается. По законам Бога нехорошо считается. Если ты не голодаешь, зачем тебе скотинку убивать? Кушай травку, молочко пей с нее. Зачем тебе ее убивать? Праздник у нас. Извини, брат. Это нехорошо. За это ты будешь отвечать. Если ты с голоду не помираешь, ты не должен убивать более разумные формы жизни. Животных, допустим. Это плохая карма означает. Плохо тебе будет жить тяжелее. И законы Бога мы как бы не знаем, не хотим знать об этом. Или... Парней так много холостых на улицах Саратова. Парней так много холостых, а я люблю женатого. Песня такая красивая, да? А карма плохая. Карма от этой песни плохая. Потому что ты любишь женатого, что значит? Это значит, ты портишь жизнь этой женщины, которая является его женой. То есть она свое семейное счастье с ним строит. А ты отнимаешь у нее это семейное счастье, что будет дальше с тобой? Ты своего семейного счастья не получишь. Уже прямо сейчас, потому что пока ты этого женатого любишь, ты ни себе другую семью не создашь. Поднимите руку, кто вот из вас любил женатого и нашел себе мужа в это время? Поднимите руку. Есть такие? Ну вот одна, видите? Ей повезло. А остальные все не смогли. Ну а что делать? Мы же как обезьянки здесь живем. Мы же не знаем, как правильно жить. Поэтому все встречаются, разводятся. А что делать? И один парень ко мне подошел, говорит, Олег Геннадьевич, ведь правда, ведь надо девушку себе нетронутую найти, чтобы замуж взять. Я говорю, спокойно говорю, вы уже не на Марсе. Вы прилетели на Землю, говорю. И он не понял, я тогда ему сказал, а вы сами нетронутые? Он говорит, ну мужиков-то это не работает же системно? Я говорю, а почему вы такой умный? Мужиков не работают, у женщин работают. Вы умный такой, да? Он говорит, да. Я говорю, ну у вас не получится такую девушку себе найти. Потому что в умным, мужчинам даются в умный, а я дана тебе. Знаете? Карма. Карма, сказал ворона и съела червячка. Знаете? Все очень жестко, жесткий стиль. Ничего не сделаешь. Я здесь сегодня еду, короче, в электричке сюда и смотрю вот это вот тут. То, что не дает спать. Там вот висит такая штука, не дает спать. Вот ты вроде хочешь спать, а там раз, она все равно притягивает. И ты вроде спишь уже, а она все равно, и там рыбки плавают. Я смотрел, рыбки такие плавают, плавают, и такая рыбка плывет, такая она спокойная, такая всем добра желает. Хорошая рыбка плывет, такая. И у нее такая проплывает, такая рыбка другая, тоже хорошая, поменьше. И она такой, хоп! И дальше поплыла. И мне когда плохо стало, я потому что подумал, что я эта рыбка маленькая. Я так, хоп! Я думаю, ничего себе, я сразу проснулся. А там она спокойно так, знаете, спокойно так, хоп! И все. Знаете? А у той рыбки жизнь закончилась. Маленькой. Представляете, штука? Это там, мы живем в этом мире и в таком, понимаете? Да не то, что с рыбками только так бывает, со всеми здесь так бывает, понимаете? Вот в чем проблема-то заключается. Просто так, как мы имеем более разумную форму жизни, у нас больше благочестия, поэтому, так как у нас больше благочестия, судьба нас бережет больше. Вот и все. У рыбок меньше благочестия, а люди, когда у них меньше благочестия становятся, они точно так же. Вот, допустим, бандиты, они как живут? Они точно так же живут, понимаете? Не увернулся от пули, получил, все. У них судьба становится очень опасна, жизнь становится, когда ты бандит. То есть, есть три гуны материальной природы, три силы. Сила невежества, как действует? Ты пошел путем бандитизма. В любой момент ты можешь погибнуть раньше времени. Судьба не работает, когда человек бандит, судьба не работает. Почему? Потому что он встал на путь войны, понимаете? То есть, на тропу войны встал. То есть, он ненавидит всех, он со всеми сражается. Но это значит, что кто сильнее, тот и побеждает на этой тропе войны. Понимаете? Дальше. Страсть. Когда человек говорит себе, я как бы хочу все по законам, все правильно, ну для себя. Все, карма, чисто по карме человек живет. Вот как ему по судьбе положено, так и будет. Положено быть богатым, будет богатым. Положено быть бедным, будет бедным. Благость. Что такое благость? Человек говорит, все, надоело мне так жить. Хочу жить с позиции знания, хочу всем творить добро, хочу с позиции разума жить, хочу не обращать внимания на то, что мне плохо делают, хочу делать сам, как положено, несмотря ни на что. Все, хочу жить внутренней жизнью, означает, если я не ругаюсь с кем-то, на расстоянии нахожусь, желаю этому человеку счастья, несмотря на то, что он не знает об этом, и он считает меня плохим, а я все равно вот здесь желаю ему счастья, потому что я хочу быть честным человеком, вот здесь в сердце. Не здесь перед ним, это страсть, а вот здесь вот хочу честным человеком быть с ним, вот здесь. И даже если он не знает о том, что я хочу быть честным человеком, я все равно буду честным человеком, буду желать ему счастья, даже если он не достоин этого, не заслуживает, плохой человек, это означает благость. Когда человек так действует, то тарма отступает, она становится слабее. Вот здесь вот в сердце, вот здесь появляется свет, свет знания рассеет тьму невежества. Вот здесь этот свет означает желать добра людям, потому что в каждом человеке есть божественная сила, и она благословляет тебя. Говорит, хорошо, мой дорогой, раз ты так себя ведешь, пускай твоя карма будет лучше. Я не буду так злиться на тебя, я тебя оставлю в мединституте. Или оставлю с мужем, или оставлю на работе. Понимаете, судьба как сильно меняется от того, что ты никого не обижал. И хотел жить правильно, как надо, несмотря на то, что тебя обижали. Понимаете, о чем я говорю? Я не говорю о тех ситуациях, когда надо ребенка наказать. Вы его накажите, но с добрым сердцем. Сначала сядьте в сторонку, начните ему прощать, а потом, если он виноват, встать и поставьте его в угол. Но уже с добрым сердцем, означает победить судьбу. Потому что когда ребенок увидит, что у вас доброе сердце, он сразу поймет, что он виноват. А когда он видит, что у вас злые глаза, он подумает, мама злая, и поэтому она меня ставит в угол. И у вас будет еще хуже, понимаете, несмотря на то, что он виноват. Вы будете от этого страдать еще больше. Когда две собаки гавкают, у меня к вам задание домашнее. Вы идете по улице, две собаки гавкают. Определите, какая первая начала. Можно определить, нет? Ну как ты определишь, какая первая начала? Никак не определяешь. Две собаки гавкают. Почему гавкают? Потому что они собаки. Они обе гавкают, понимаете? Но человек это не собака. Если на него гавкают, он не должен гавкать в ответ. Это значит разумная форма жизни. Разумная форма жизни значит подышал, успокоился, понял, что это твоя судьба. И не гавкаешь в ответ. Или погавкал, а потом раскаялся. Это тоже человеческая форма жизни. Погавкал и считаешь, что ты прав, и продолжаешь гавкать, значит не человеческая форма жизни. Разум не работает. Человеческая форма жизни означает разумная. Разум должен работать. Победа над судьбой. Разум означает победа над судьбой. Не надо идти на поводу судьбы. Некоторые люди говорят, мы свободные люди. Как хотим, так и живем. Это означает несвободные. Согласно закону кармы, означает полностью в полной рабстве судьбы. То есть вот эти желания, которые вот отсюда исходят, это наше желание или нет? Вот сейчас наше это желание или нет? А? А чьи? Правильно? Так это же несправедливо. Понимаете, я хочу мороженое сейчас. А на самом деле я хочу его сейчас, потому что я там что-то сделал не то. А сейчас мороженое уже нельзя есть, уже поздно, уже вечер. У меня горло потом завтра заболит. А я хочу сейчас мороженое. И все друзья едят тоже мороженое. Я думаю, ну-ка что, я скотина? Я тоже хочу мороженого. Беру, покупаю мороженое, ем, горло завтра заболевает. Это что значит? Это значит, что я раб судьбы. У меня нет разума, не работает он. Нет силы знания у меня, чтобы вести себя правильно. Откуда сила знаний берется? Некоторые люди думают из газет. Вот буду газет читать, смогу быть умным. Умным да, но неразумным. Другие люди думают, что они берутся из тренингов. Нет. Тренинг это хорошо. Это практическая деятельность. Но кто должен вести тренинг? Человек, который сам занимается духовной практикой. Сила знаний берется от одного человека к другому. Передается как огонь свечи, передается от другой к другой свечи. Так и сила знания передается от одного человека к другому. Если человек сам не работает над собой, не может он никому помочь. В этом плане. В плане судьбы или разума. Понимаете? Это не работает система. Я, допустим, академик, доктор каких-то наук. Я читаю лекцию по математике. Хорошо. Это называется деятельность ума. Но если ты читаешь лекцию по законам нравственности и говоришь, что такое правдивость, не имеет значения, кандидат ты или доктор. Имеет значение, правдивый ты человек или нет. Если ты не правдивый, то бесполезно. Ты не передашь это знание другим. Ты не сможешь объяснить, зачем нужна правдивость и как с ней жить. Понимаете? То есть это сила, передающаяся от одного человека к другому знания. Поэтому люди должны учиться находить тех, от кого принимать знания. От кого лучше всего? От тех людей, которые отречены от мира. Это монахи, священники различные. Люди, которые живут только духовной практикой и все. У них нет другой никакой практики. Лучше всего от них перенимать знания. Потому что они ближе к Богу находятся, чем мы. Хоть так вот думайте, хоть так. Не имеет значения. А у нас монахи все благие. Ищите хороших. Нет хороших. Это значит, что у вас здесь вот Г. Здесь Г, вся карма из Г состоит. Если вся карма из Г состоит, это неудачная судьба, плохая. Но можно победить с помощью силы разума и сказать, нет, все-таки есть хорошие монахи, и священники есть хорошие. И искать этих людей. Бог потом поможет, вы найдете себе хорошего наставника. И с этого момента у человека уже нет кармы. Человек нашел хорошего наставника, у него есть карма, она остается. Но она не имеет силы. Даже если карма наказала человека, сделала из него котлету, то он в результате силы знания понимает, почему он из него сделала котлета, из его жизни, из его судьбы. И он становится мудрее. А мудрость – это тоже хорошо. То есть одних судьба ломает, а других она делает мудрыми. А мудрость означает, что человек еще сильнее, еще разумнее стал, и судьба его закаляет. Он как булатный меч становится закаленным, сильным. То есть он может разрубить паутину судьбы. Незаметную, тонкую, ничего из которой нельзя сделать. Она невидимая, но человек – это точное знание, когда он четко отгадывает, что происходит. Понимаете, идея в чем заключается? В том, что человек должен искать себе защиту в жизни. Веды говорят, в чем заключается сила судьбы. Сила судьбы заключается в том, что человек считает, что он может сам. Люди считают, я разумный человек, я сам могу. Нет, это не проявление разума, это проявление гордости. Чего мы можем? Попробуйте без воздуха жить. Я могу. Ну попробуй без воздуха. Ты можешь? Попробуй без воздуха, без воды, без солнца, без земли. В воздухе повиси. Попробуй без всего, что дано нам пожить. Ну, Олег Геннадьевич, вы загибаете. Ну, хорошо, я загибаю. Ты сам можешь страну создать? Нет. Тебя защищает страна. То есть, есть старшие в этой стране, есть законы. Ты находишься под защитой этих законов. Ты можешь сам создать веру? Нет. Есть высшие люди, которые приходят специально с миссией, чтобы дать веру. Нет, я могу создать веру. Ну, хорошо, хорошо. С тобой все понятно, значит. Значит, ты уже совсем старшим стал. Скоро в психушку попадешь. Понимаете? То есть, проблема в чем заключается? В том, что мы не понимаем, куда попали. Мы попали в место, где мы вообще беспомощны абсолютно. Да мы всегда беспомощны. Маленькие искорки, веды говорят. Если эта искорка обращается к Богу, своим взглядом, она становится могущественной. А если она говорит «я сама», она гаснет. Понимаете? То есть, или мы к Солнцу обращаемся, или летим наоборот. Мы гаснем, потому что без силы Солнца искорка солнечная не может жить нормально. Нужна сила. Допустим, даже простой пример, вот, допустим, чисто практический. Люди в материальном мире, когда они понимают, как здесь все происходит? Для того, чтобы не париться, что нужно? Нужно стать. Очень уважать, уважать очень сильно человека, который не парится. Вот, допустим, Бог дал власть кому-то. Да, власть. Ты просто к нему хорошо относишься. Ты, допустим, Александр Менщиков. Ты хорошо относишься к Петру Первому. Кем ты становишься? Вторым человеком в государстве. Хотя ты не Петр Первый. Ты просто, ты Менщиков. Не Большиков, а Менщиков. Но из-за того, что ты смиренно относишься, уважительно, с верой, с верностью, относишься к тому человеку, который наделен Богом, быть властелином страны, он тебя раз и сделал помощником. Ты могущественный человек. Просто или нет? Просто. Не все понимают. Что первое условие деятельности разума означает подчинение. Человек, если он не хочет себя подчинить, он не может быть сильным, даже просто с материальной точки зрения, он не может ничего здесь сделать в этом мире. Потому что он бунтарь по природе. Он не хочет себя подчинить. Он не хочет сказать, да, есть власть, я должен подчиниться властям. Это значит, что небо в клеточку будет мелькать перед тобой уже. Понимаете? Но есть еще высшая власть, она выше, чем вот так, который государство. Потому что это власть, она управляет твоей жизнью здесь, на земле. А высшая власть, она дает тебе дальше развиваться, возможность жить и после этой жизни. И у каждого человека есть две судьбы. Одна судьба вот с этим шариком связана, это называется карма. То, что вы помните ворона с червячком, это карма. То есть жесткий стиль очень. Это один вид судьбы. А вторая судьба связана непосредственно с душой. Но это означает, что человек должен жить не для себя. И даже не для того парня. И даже жить не для своего ребенка, не для своего мужа. Он должен жить для Бога, для святых людей. Понимаете? Жить именно для святых людей. Не просто там помолился и пошел. Нет, надо думать, что я хорошего сделал для святого человека сегодня. Я обмолился? Нет. Я раскаялся? Нет. Я плохо думал? Да. Я плохо кушал? Да. И так далее. Все делал плохо. Это означает жить не по совести. Совесть что такое? Она к чему-то же принадлежит? Совесть принадлежит священному писанию. Она принадлежит святому человеку. Она не может в пустоте принадлежать совесть. Она кому-то принадлежит. По совести означает, что ты выбрал как бы объект совести своей. Человек должен выбрать Писание какое-то священное. Выбрать объект совести означает другая судьба. Понимаете, есть вот эта карма, этот кругляшок, который нас мучает. Сила огромная. Вы проэкспериментируете, потом будете изучать, поймете. Вы примете судьбу, вам легче будет жить. Не примете, тяжелее. Но судьба-то все равно останется. Понимаете, хоть ты принял судьбу, хоть не принял, ты все равно в тюрьме пока сидишь. Но если ты принял судьбу и начал всем желать счастья, то ты от тюрьмы уже из нее выходишь постепенно. Это означает деятельность разума. Это означает сила, которая тебе помогает жить. Это означает, что ты уже путем Бога пошел. То есть ты божественной деятельностью уже начал заниматься. Не вот этой внешней ты здесь хочешь и говоришь, что несправедливо, зря меня в тюрьму посадили. Это пустая трата времени. Надо садиться и молиться, понимаете. Вот это уже не пустая трата времени. Потому что в это время у тебя вот этот шарик становится прозрачнее. И люди, от которых зависит твоя судьба, они начнут по отношению к тебе хорошо себя вести. Они начнут думать, может, его отпустить. Понимаете? Само собой это произойдет. Представляете, штука какая? Оказывается, есть другая судьба у нас. Каждый человек рожден по двум причинам. Первая причина, если он хочет жить для себя, он рожден для кармы. Бесполезная жизнь, веды говорят, глупая, бесполезная жизнь. Удовлетворять свои желания здесь, в этом мире. Я хочу замуж выйти, я хочу родить ребенка, я хочу выучиться, дом построить. Что еще хочу? Хочу, чтобы мне все было хорошо. Глупая жизнь бесполезна. Вторая судьба. Хочу жить по священным писаниям. Хочу удовлетворить святого человека в своем сердце. Хочу поднять, как правильно жить, изучить законы жизни. Хочу разумно жить, как человек. Разумно означает, как человек. Я как человек живу. Я говорю, как человек живу. И в чем твоя человеческая жизнь? А в том, что у меня нормальная хата, нормальная машина, нормальные телки. Понимаешь, мужик. А у тебя какие телки? Нормальные или нет? Вот. То есть у него человек означает, что он как точно так же, как тот кобель, только у него все более развито. Кобель бегает на ногах, я езжу на машине. У кобеля телки тоже есть, но они менее красивые. Хата у него тоже есть, но поменьше. Так это не человек, понимаете? Это же просто рафинированное животное. В чем человек-то заключает? Человек же не в том заключает, что вот это все, вот это у меня все, вот это. Это означает рафинированное животное. Человек означает, что он хочет постичь свою чистую, вечную природу. Какая вера? Выбирайте. Столько вер разных есть хороших. Надо просто знать, что это давно уже. Что люди уже давно этим занимаются. Есть святые, есть как бы много святых на пути. Значит, этот путь правильный, хороший. Не то, что он пять минут назад возник. Он уже есть давно. Есть Писание священное. Вот такую веру надо выбирать в жизни. Понимаете? А не то, что придумали пять минут назад. Нет, это не вера. Вера означает, есть Писание. Надо выбирать. И жить по этим Писаниям, служить им своими поступками, означает другая жизнь. Другая жизнь, не по карме. Карма продолжает действовать, но она не беспокоит такого человека совсем. Он заболел, думает, ну что я заболел, это по карме мне. Но он не беспокоится, понимаете? У него нет вот этого вот, ааа, я заболел. У него нет такого. И если он может победить судьбу, то болезнь проходит благодаря тому, что он так настроен. Он находит хорошего врача, или просто он своей силой внутренней чистоты вылечивается, понимаете? То есть, другими словами, это другая жизнь совсем, она счастливая. Люди думают, для счастья жить означает как-то вывернуться в этом мире, классно. Найти себе тёлку, которая мне подходит. Олег Геннадьевич, мы совместимы или нет? Совместимы, ура! Значит, будем наслаждаться. Сколько вы будете наслаждаться? Пока вот из этой штучки выходит хорошая штучка. Она кончится хорошая, всё, наслаждение закончится. Хоть вы совместимы, хоть не совместимы. У тебя хорошая карма закончилась, ты смотришь на свою тёлку, она тебе раньше нравилась. Вроде бы у неё всё классно, всё то же самое, понимаете? Но уже кайфа нет. В этом заключается деятельность кармы. Это обман, понимаете? Это обман. Ты уже привык к этому. Ты думаешь, всё, ты всегда будешь этим пользоваться, и у тебя всё будет классно. Ничего подобного. Есть ещё хуже варианты. Понимаешь, ты вот хочешь этим пользоваться, всё, у тебя всё, тебе всё нравится, а у ней кончилась карма, и она и ушла. Вернулась танго, 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 а ты ушла. Понимаете? Вот и всё. Ты забыла всё, что было. Понимаете? Хороший прикол. Так действует карма. Ты как бы в танго вернулась, всё хорошо, а ты ушла. Танцевать не с кем. А танго, вот оно, вот танго есть, всё, музыка поёт, а танцевать не с кем. И человек просто убивается от горя, потому что он чувствует, что вот как бы этому всё положено. Ну, ушла. Так действует карма. Вот эта карма там, оттуда так действует. Она штука очень жестокая, понимаете? Она не спрашивает, хочется нам или нет, положено нам или нет. Пришло время страдать, страдаешь. Хоть так, хоть сяк. Иногда у тебя есть чувства, и человек уходит. Это гораздо тяжелее, чем когда у тебя нет чувства, и человек уходит. У тебя нет чувства, и человек ушёл. Ну, слава Богу. Ушёл? Спасибо. Карма на тебе. Некоторые такие деятели есть. Как бы в Гималаях, там есть один монастырь, не будут говорить какой. Но там как бы люди такие, понимают, что такое карма. И как бы им барашка захотелось съесть. И они, знаете, как бы вообще у них не положено, как бы барашков есть. Но, как бы, тех, которые насильно убили. Вот и человек, монах, пасёт, как бы барашков. Пасёт барашков, всё. Барашки пасутся, потому что у них ахимсов, всё нормально, то есть их никто убивать не будет. Ну, там горы же, там обрывы есть, понимаете? Он пасёт так барашков, и как бы ближе к обрыву, ближе. А там уже внизу стоят другие монахи, потому что они знают, что есть несчастные случаи, как бы, бывают с барашками. Бывают несчастные случаи. Там уже всё готово, уже всё, от разделывания, всё, уже всё готово. Бывают несчастные случаи с барашками. И один барашок, он просто верит, что ахимсов, всё, всё нормально. И он пасёт за себе, и чувствует, что что-то тесно стало. И потом разум чувствует, что-то срывается. Он думает, что за фигня такая. прилетел бац и все это называется карма но то есть барашек помер по карме по судьбе понимать потому что им положено было помереть в это время так действовали силы природы а вот мужик который считает себя монахом и он пас этого барашка и он как бы его туда он конечно не думал что именно этот упадет он сожалеет вот что этот упал сожалеет ну в целом он как бы хотел мясо просто понимаете все и вот карма это такая штука которая знает то чего хотел и кто что сделал хоть ты как вытворяй некоторые люди они хитрые такие знаете закон кармы изучили и так себя ведут что муж сам уходит невиноватая я ты сам ушел хорошо ты думаешь что у тебя все нормально в жизни будет ошибаешься если ты его вытурила значит и за это будешь отвечать ты его бросила не он тебя бросил ты за это будешь отвечать но он же сам ушел ну что какая разница закон кармы это такая штучка которую не обманешь понимать там есть сила правды сидит и она все знает все видит мы думаем никто не заметил ничего подобного там все заметно внутри мы с ним только один раз поспали вообще только не раз олег геннадьевич никто не видел ну там то все видела эта штучка то знаете поэтому она все там фиксируется все записывается тише я записываю медленнее все записывается то есть ничего не дни это там откладывается все внутри понимаете и планеты эти что вот эти вот все это механика вся ну допустим солнце плохо влияет человека появляется появляется такая амбиция он никого не хочет признавать он такой на понтах весь ну то есть он самый главный солнце плохо действует это проявлено часто у детей после 14 лет у мальчиков у них вот солнце на них плохо начинает влиять они ходят такие но никого слушать не хотят плохая карма по солнцу идет просто у девочек плохая карма по луне идет в этом же возрасте действует когда здесь почему это плохая карма идет солнце это планета связанная с развитием личности то есть она как бы личность должна развиваться правильно но она может развиваться только в правильном обществе понимаете нашем обществе люди не знают что такое тонкой воздействия друг на друга они понимают что есть психические влияния и так далее не понимает что дети до 20-25 лет у них нет способности управлять своей судьбой то есть парень как бы взрослый ему 20 лет он уже взрослый у него все уже большое не все выросло большим кроме разума и каждому такого ну все у него все есть но понимаете проблема заключается в том что он не может принять речи и решение и девушка она вроде бы у него все есть все получается у него уже уже большой такой крепкий крутой все у него получается причем вот так вот классно но когда он спрашивает а чё же мы не женимся он говорит не знаю я и я не могу потому что у него разум еще он не может взять ответственностью нет силы понимаете и надо же это все изучать девушкам особенно которые замуж хотят это звучать парень созрел как мужчина или нет созревать как мужчина не означает что не все большое понимаете означает что он может замуж взять уже у него есть сил на это вот что надо знать а еще надо знать что нашей стране и вообще во всем мире все неправильно потому что мы не знаем этих законов а законы такие что если человекополовое созревание произошло на него такая сила действует что ему мальчику с девочкой нельзя учиться вместе потому что такая сила между ними действует что у них крышу срывает они постоянно думают вот об этом вот они не будут не думать ни об учебе ни о чем столь но если этого нет рядом а мы она не может быть потому что еще не хватает возможности быть вместе то есть ответственность брать за отношения нет такой силы понимаете и чё с ним происходит с одной стороны они там за углами где-то этим занимаются всем трутся друг от друга а во вторых они у них от этого психика рушится потому что высшие планеты они у мужчины и женщины отвечают за развитие вся энергия идет вниз в результате человек становится очень сильно амбициозным мальчик а девочка становится себе на уме очень замкнутая она ни с кем не контактирует она такая ее нет дома мама есть папа есть меня нет хотя раньше она была дома и развивалась послушно но из-за того что с мальчиками усилился контакт а если она ничего не может собой сделать ее нет все она сама по себе это означает неправильное социальное устройство общество почему потому что мы не знаем никто не виноват никто так не хотел сделать просто мы не знаем как правильно вот чем проблема не знаем что правильно мальчики отдельно учиться девочки один шел спокойно они учились чтоб не было вот это вот короткого замыкания понимаете видите как много всего знание спасает жизнь человека надо знать священное писание говорят о том как правильно но мы не хотим их изучать мы считаем что это старые книги туземцев мы говорим туземцы там это все писали а мы очень разумные ну туземцы как определить развитость культуры человеческой как вы думаете как определить культура развитая вот что культура развита у людей как определить какой к самый главный показатель семья ну ведь какие вы тут очень все правильно не везде так сразу ориентируется конечно же то насколько люди могут жить вместе не разводясь не расходяйте счастливые насколько семья большая насколько мамы папы бабушки и дедушки могут с детьми жить назначает культура сила культуры в америке крутая культура хорошо посмотрим на их жизни что там такое однокомнатная квартира нет двухкомнатная что такое это значит две комнаты плюс зау две комнаты для жизни плюс где можно вместе встречаться люди не могут в одной комнате даже жить вместе взять допустим страны востока там мы видим люди живут большими семьями означает что они могут друг друга терпеть начать культура выше у нас как мы как бы друг с другом можем а родители когда уже тяжелее некоторые могут с родителями большинство нет означает ниже культура а там люди даже вместе не могут жить понимаете надо в отдельных комнатах мы наоборот думаем вот у нас две комнаты новым жить в одной а там каждой семье по комнате они не хотят я спрашиваю у меня допустим есть очень близкий человек из индии я хочу у вас такой дом огромный там гостей приглашать вы чё не можете вот так чтобы это хотя бы ну больше чтобы место было они говорят я видеть не будут никого я хочу вместе чтобы мы жили вот каждая семья то у них там большой дом и несколько семей все родственники как бы они мама папа там дети у детей тоже как бы ну внуки там все они вместе вот они живут большими семьями мы думаем ой дураки какие а это же так плохо нет наоборот им хорошо они счастливы потом все вместе собираться еще больше счастливы почему потому что такая культура культура более раз это означает способность любить близких людей а не ненавидеть их я проводил статистику много раз спрашивала кто из вас хоть раз жизни поклонился маме или папе поднимите рук везде такая вот ситуация 10 человек означает нет культуры что они же нас родили надо хоть за это поклониться не знаем что такое поклон даже не знаю зачем кланить стали геннадьевич а у кланиться означает победить свой эгоизм поставить себя ниже человека который дал тебе жизнь означает уважение все нет у нас уважения к родителям не знаем что такое поэтому карма такая тяжелая ведь карма что такое есть ситуация называется карма как мы к ней относимся три варианта есть первый вариант бунтуем означает будет сильное страдание. Второй вариант. Договариваемся с ней, означает, будет страдание. Это такое сильное. Третий вариант. Мы смиренно относимся к ней, означает, будет счастье. Вот и все. Есть мама, которая пилит. Первый вариант. Я сопротивляюсь, означает, будет страдание. Второй вариант. Пытаюсь сделать так, чтобы не пилила. Будет страдание и счастье промежуточного, так чередоваться. Когда справишься, будет счастье. Не справишься, будет страдание. А есть другой вариант. Ты просто уважаешь маму и все, и ей не хочется ругаться. Она по судьбе должна на тебя ругаться, потому что ты наказана так судьбой. Но если ты ее уважаешь постоянно, мамочка, я тебя уважаю, тебя люблю. Она все равно, мамочка, я тебя уважаю, люблю. У мамочки в сердце возникает вот ощущение, ну она хорошая у меня, хотя я дура, что я ругаю. У человека совесть просыпается, понимаете, он уже не хочет так жить. Корма действует, заставляет. Ко мне одна девушка подошла, говорит, у меня такой муж хороший, он молится постоянно. А я, скотина, постоянно на него обижаюсь. Девушка говорит мне. Но она говорит, Олег Геннадьевич, познайте, вот самая главная проблема не в этом заключается, что я хочу не обижаться, а я все равно обижаюсь, не пойму почему. Потому что оттуда что-то такое хочется сказать на мужа. Вот это и называется карма. Но это чья карма-то? Это карма мужа. Но девушке это и не должно об этом говорить, потому что если она узнает, что это карма мужа, она будет спокойно уже его пилить. Каждый должен думать о своей карме, понимаете. Вы сейчас после лекции придете домой и скажете, что это твоя карма. Я это твоя карма. Олег Геннадьевич сказал, что у тебя вот оттуда выходит, вот сюда вот мне пропадает, я поэтому тебя душу. Вот, и ты дергаешься по этому. Не работает система. Каждый должен думать о своей карме и не замечать чужую карму. Если он плохо действует, он за это будет сам отвечать, понимаете. Как ты думай, как не думай. Ты плохо, ты должен учиться хорошо действовать. Несмотря на то, что на тебе хочется действовать плохо по отношению к этому человеку. И не то, что хочется. У тебя есть конкретное объяснение, почему я его ругаю. Почему? У тебя есть конкретное объяснение. Ты абсолютно точно знаешь, почему. Но это твое знание, вот абсолютно точное, оно на самом деле тоже иллюзия. Потому что девушка, допустим, считает, он со мной не нежно разговаривает, поэтому я его ругаю сейчас. Он ко мне не нежно обращается. А вы знаете, что мужчина почти не может нежно обращаться вообще. У него система работает по-другому, понимаете. Он не такой нежно. Ему нежно обращаться означает аскезы. То есть он должен настроиться такой, продышаться и сказать, дорогая моя. Ему тяжело, реально он потеет, понимаете. Не то, что он не хочет. Он хочет, но не может иногда. Он такой. Он мужик, понимаете. Очень трудно женщине понять, что он мужик. Потому что женщина такая вот чуткая вся. То есть ей вообще нельзя даже сказать грубого слова ни одного. Надо говорить очень нежно. А мужчина, он не понимает. Она ему говорит, ну почему, почему ты со мной не нежный? У меня голос такой, я не знаю. Понимаете, то есть он не знает. Это правда, он не знает. Он хочет нежно, а он не нежный. И все. Или она ему говорит, порежь мелко огурцы. Он порезал, а там три раза получилось всего. И она говорит, ну это же не мелко. Он говорит, ну я не могу мельче. И она думает, что он шутит. А это правда. Издевается, она думает, да. Не издевается, он мужик просто, у него так вот получается. Ему даже тяжело как бы это примерить, чтобы мельче получилось. У него чувство работает по-другому, понимаете. Ему иголку в нитку вдеть очень трудно, потому что он мужик. А есть и хорошо? Бывают мужики, конечно, всякие, нет проблем. Я не об этом говорю. Бывают мужики, они и готовят хорошо, и стирают, и все. Все нормально, понимаете. Все хорошо с этим вот. Ну с ними надо понежнее разговаривать. Единственное условие, чтобы ты не орала, дура, на меня. Она не говорит, ну я не нервил меня. Понимаете, бывает такое, меняются местами люди. Но я не об этом сейчас говорю. Я говорю, когда мужик, это мужик, понимаете. А женщина, это женщина. Бывает меняется. Я тоже, это тоже карма, понимаете. Когда женщина не выполняет свои женские обязанности в прошлой жизни, но она привязана к мужчине, она рождается мужчиной в следующей жизни. И какие мужчины рожаются? С невыполненными женскими обязанностями. То есть вот такое вот, понимаете. Мужчина она рождается. И точно так же женщина. А если люди совсем не выполняют свои обязанности, у них вообще полностью, они не достойны другого типа тела, но так как они сильно хотят, понимаете, карма состоит из двух вещей. Вот запишите. Из двух вещей. Первое – желание, а второе – возможности. Или то, что тебе положено по судьбе. Вот проблема заключается в том, что желания, они всегда одинаковые. Они не зависят от судьбы. Вот мужчина всегда хочет женщину, поэтому женщина рождает в следующей жизни. А женщина хочет мужчину, поэтому мужчина. И они вот так меняются. То есть желание, вот ничего с этим не сделаешь, понимаете, с желаниями. Но бывает так, что то, что положено, становится сильнее желаний. Это и означает очень плохая карма. Ее называют «угр карма». Очень плохая карма. В чем заключается? Женщина совсем не выполняла свои женские обязанности. Она просто хотела наслаждаться жизнью и все. И она наказана в следующей жизни. Она рождается мужчиной, потому что хотела мужчину. Она хотела мужчину, рождается мужчиной в следующей жизни. Но у нее нет мужских качеств совсем. Нет мужских качеств означает, что женщину терпеть не может. Кто женщину может терпеть? Только мужчина. Настоящий мужчина, она такая, он подходит к нее и говорит «не плачь, моя хорошая». Такой, понимаете, он очень сильный, у нее психика очень крепкая у мужчины. Он готов женские эмоции, терпит спокойно. Он говорит «не плачь». Она «ааааааа». Он говорит «не плачь, моя хорошая». Это значит благочестивый человек, у нее сильная психика, он настоящий мужчина, понимаете. Если у нее мужская карма тяжелая, она «аааа», и он тоже «ааа». Понимаете, тоже вдвоем они этим занимаются. Значит, он не настоящий мужчина, не сильный Но если у человека совсем плохая карма, понимаете, он не может уже женщину терпеть рядом с собой Она даже не то, что ааа, а она просто вот чуть-чуть смотрит на него, как бы и возможность такая появляется, он сразу от нее драпает Потому что он не может терпеть, у нее нет силы А сексуальное желание есть Понимаете, о чем я говорю? Понимаете, на что я намекаю? Goodbye, my lord, goodbye Понимаете? Нет? Зачем не знаю? Я женским голосом пою, зачем не знаю? Ага Не понимаете? Понимаете? Запрещенная тема Мужика хочется, понимаете? Вот в чем проблема-то заключается А женщина может женщину хотеться Называется угр-карма И что делать с этими людьми? Ничего не сделаешь Человек же должен жить Надо дать им возможность жить Но они должны тоже развиваться Надо объяснять, что можно поменять эту карму У меня есть один в Омске, один человек, который просто честно сказал Вот я такой Что мне делать? Я говорю, меняй карму, меняй, давай, старайся Прошло несколько лет, и он пришел ко мне и говорит Слушайте, Олег Геннадьевич, я не ожидал от себя Но у меня действительно появляются другие наклонности Я вот веду себя мужские, стараюсь Ну стараюсь, аскезы совершаю, мужские и все прочее Представляете, у него появились другие У него другое понимание жизни появилось Он начал понимать, что девушки, это девушки, они мальчики Понимаете? Это все меняется в жизни человек Но он с большим трудом Это называется угр-карма Угр-карма означает, что человек не может без тюрьмы жить Вот ему хочется вот что-то сделать такое Он в тюрьму попадает, он как к себе домой Понимаете? А некоторые люди даже специально преступление совершают Потому что им на воле жить тяжелее Им в тюрьме, они уже там все знакомы Здесь все мое, и мы, и мы отсюда родом Понимаете? То есть он там прижился уже, все Он специально совершает преступление, чтобы его посадили Я не придумываю У меня есть один знакомый, который знает эту всю песню Он говорит, есть такие люди Которые, вот они просто специально совершают преступление Чтобы сесть и дальше там жить в тюрьме Ему там больше подходит Он там, ну, как бы он знает там, как себя вести Что у него там все классно, понимаете? А здесь он не знает, как себя вести У него здесь не все классно Представляете, называется угр-карма Некоторые люди не могут не пить Некоторые люди не могут сексом не заниматься с другими женщинами У них нет сил, они их тянет туда просто и все Называется угр-карма И человек должен понять, что свою близкую семейную жизнь Лучше строить с теми людьми, у которых нет угр-кармы Потому что в семье, хотя бы в семье Должна быть какая-то защита у человека Но если у него семейная жизнь такая Сколько попыток не совершает, все равно попадают столько такие люди Это значит, что это твой крест Надо принять такого человека в свою жизнь Заботиться о нем, побеждать свою судьбу Понимаете? С помощью сил и знания Человек должен сначала пытаться победить Он не должен создавать семью с теми Кто неправильно себя ведет, а социально Но если уже так получилось, надо принять судьбу Человек не может определить Сойдет с ума близкий человек или нет Сопьется он или нет Будет развратником он или нет Это невозможно Сядь в тюрьму он или нет Невозможно определить сразу Это твоя судьба так действует Поэтому человек должен принять судьбу Вот это самое сложное в жизни Принять судьбу Потому что все люди думают У меня судьба получше Молодец Вы сильный человек Сильный человек Но у вас не такая судьба Вы хороший, сильный человек Но у вас просто период такой Он закончится через 3,5 года Я говорю про вашу личную жизнь Он начался где-то 3 года назад И закончится через 3,5 года Не связано с тем, как вы себя вели Не раскаивайтесь ни в чем Просто тяжелая семейная жизнь Это началось не с того момента Когда вы познакомились с парнем Это началось с того момента Когда вы родились на этот свет Потому что если вы проанализируете Отношения папы и мамы Вы тоже поймете это Понятно? Понятно ей Вот это означает знание Человек принимает свою судьбу С другим человеком Потому что ты Когда уходишь от этого человека Ты вместе с тем Как ты уходишь Ты кусок мяса у него вырываешь из сердца И он так Понимаете? То есть ему очень больно Не просто там по секунду больно А ему больно год, полтора, два, три Понимаете? Потому что когда люди вместе начинают жить У них веда описывают Такое Между их сердцами Вот между вот этими узелками Вот этими кармами Возникает плотная такая связь Плотная просто плотная такая сила И когда человек уходит от другого человека Он такой Он уходит спокойно Понимаете? У него легко Легко уходит Когда человек уходит Он легко Да? А может с муками Он такой Помучился Ушел Вот Ну ушел все равно Зарезал как бы Ну конечно плакал Но зарезал Вот Подождите Подождите Не торопитесь Чего вы такие Сейчас Я сейчас выпью Как бы И все скажу Тема серьезная Так Смотрите Люди больше года живут вместе Значит Бог хочет Чтоб они были вместе Между ними образуется Очень плотная связь И иногда В этой связи Получается так Что один человек Не чувствует любви Холодно ему жить С этим человеком А иногда У них вместе Как бы ощущение Что им хорошо Друг с другом А иногда Бывает так Что им обоим Плохо друг с другом Но Есть всегда Один закон Если один Связь то Вот она есть Понимаете Один связь есть И здесь Есть один закон Если ты Молча рубили Канаты Вдаль Уходила земля Понимаете То есть Если ты первым Рубишь канаты То Ты у него Хочешь ты этого Или нет Он то не рубил еще Понимаете Он хорошо себя вел Баба Это как Дедушку не бил А я дедушку любил Понимаете То есть Он себя хорошо вел И он так А всегда кажется Что плохо Вот мне всегда кажется Что он козел Так действует карма Это и есть карма А вы на самом деле Вели себя хорошо Вы не обижались На него Обиженно не ходили Вы Приняли его Как своего близкого Человека Не считали Что он Не считали Что он Самый лучший В вашей жизни Вы так не считали Правда же Да Чем молчите Вы не обижались На него совсем Вы Истерики ему Не катали А он Козел Вел себя Плохо со мной Видите Когда мы плохо себя ведем Мы не знаем Но сейчас этот козел У него здесь В сердце дырка Понимаете Потому что Нельзя бросать человека Вот в чем проблема Это заключается Что делать Мучиться теперь Потому что у вас Тихо Мы решаем вопрос Судьбы этой Замечательной девушки Понимаете Если у вас Так произошло То вы должны знать Что это значит Это значит Что Невозможно выйти замуж А вариант Жить с мужчином Женатым Это еще хуже Этот вариант Может подвернуться Но это еще хуже Понимаете Поэтому надо Просто раскаяться Сначала в том Что произошло Это признак знания Человек Знающий человек Раскаивается Вот сейчас у вас Уже сердце потеплело И семейная карма Тоже потеплела Потому что Вы уже начали Раскаиваться Прямо сейчас Это означает Что вы наполнили знанием Вы протерзели Поняли как правильно Видите Вы не можете Создать семью нормально Почему Потому что Так действует сила Она говорит Ты наказана Госпожа Поэтому Просто Вот этот ответ На ваш вопрос Просто вот так Раз Ничего не получается Ты врываешь кусок мяса За это будешь отвечать Понимаете Есть два варианта Ответа Два варианта В целом Есть мужской вариант Ответа Есть женский Но иногда бывает наоборот Мужчина по-женски Как бы ответ получает А женщина по-мужски В целом Мужской вариант такой Так как мужчина У него семейная карма Является не основной Поэтому его страдания Пойдут по другому поприщу То есть он женщину бросает Что происходит с ним Сразу Ему Бог дает Другую девушку Еще лучше Он нежный с ней Отношение Он бросил вроде Плохо Да Олег Геннадьевич сказал Что будет плохо А хорошо То есть девушка хорошая Все классно с ней Все Ладится Все хорошо Мужчина получает Такой ответ Он привязывается К ней Сильно С ней строят Очень близкие отношения Проходит какое-то время Несколько лет Обычно 5-6-7 лет Проходит И вот там Она Хлясь И не сама не знает Что с ней происходит Просто рубит его И все И у него так И он начинает Тогда понимать Что он сделал С своим близким человеком С девушкой Которая до этого момента Мучается Почему? Потому что Когда человек Из сердца Кусок мяса вырывает Что с ним происходит? У него вся плохая карма Вместе с этим куском мяса Выходит наружу И он мучается Как не знаю кто Понимаете? Все это время Отрабатывает карму Но потом у него Счастливая семейная жизнь Будет потом Если он простит Этого человека Который его бросил А если не простит Он так и будет мучиться Понимаете? Пока не простит Карма это суровая штука Ты хоть тебя бросили Должен простить первым Иначе ты будешь страдать Потом дальше Хотя тебя бросили Вот в чем заключается Проблема А то есть вы хотите Обхитрить судьбу Да? Так садись мой дорогой Садись мой дорогой Рядом со мной Сейчас я тебе объясню Вот лекцию давай послушаем Вот лекция говорит Надо просто Расстаться спокойно То есть не я тебя бросаю Не ты меня бросаешь А мы Расходимся Просто понимаешь Мой хороший Ты успокойся Не плачь Все Ты просто Расслабься Все Я тебя не бросила же еще Я просто предлагаю тебе Хороший вариант Как нам Сограничить счастливую судьбу То есть смотри Как канат Сразу одновременно Но я тебе по секрету скажу Сначала я Потому что уже почти отрубила Как бы И тебя готовлю к этому Сначала я все равно рубану А потом тебе придется Уже с куском мяса Но мы сейчас договоримся с тобой У тебя будет все нормально Называется обман Канат-то все равно Кто-то первым рубит Понимаете Вместе не получается Бывает так Люди только начали встречаться И у них не получается Они разошлись Каната еще нет И забыли Это означает Нормально все Я не говорю про эту ситуацию Я говорю про ситуацию Что люди живут вместе И у них не освященный брак Не роспись А у них Гражданский брак Гражданский Мы кошечку не убивали Мы ее усыпили У нас гражданский брак Мы кошечку усыпили Мы водку не нажрались Водки не нажрались Мы как собаки Под столами Не ползали Как собаки Вы просто отметили Понимаете Отметили Собачку мы не убивали Брак у нас гражданский Мы не как кошки с собакой живем У нас гражданский брак Понимаете Гражданский Это гражданский Это очень Продолжайте мучиться еще Смотрите полтора года прошло Ни вы не нашли Ни он не нашел Женился да А вот в этот момент И вот в этот момент И получилось Вот смотрите Как прикольно получилось Вы оба разошлись Так Оба мучитесь Он взял козел Женился первым И в этот момент Он вас бросил Потому что На самом деле Понимаете Здесь фишка Это в чем заключается В том Что когда люди живут Отдельно Это не факт Что они уже бросили Друг друга А вот бросим Сам момент Разрыва Начинается Когда он Опа И начал жить с другой И у кого есть Кусочек мяса И сердце то вырвали У вас Моя хорошая У вас Вы же чувствуете Что сердце то болит Уже нет А сколько прошло времени Полтора года Так вот как раз Это и есть тот срок Во время которого Человек мучается Примерно полтора Два года Два года Когда сильная любовь была А полтора Когда послабее Но идея то в чем Заключает Что он вот этот Ваш хороший человек Сейчас за все Будет отвечать А вы уже отмучились Но вы должны Понять одну вещь Простую Что не для этого Человек живет Чтобы пинать Близкого человека Под зад Он живет для того Чтобы победить судьбу Понимаете Ведь это все Создает новую Карму Вы должны Из этого урок Какой-то извлечь Вот вас бросили В конце концов Получилось Что вас бросили Больше не надо Этого всего Надо принять Просто понять Что под венец Знаете Что такое под венец Помните Помните фильмы Старый Под венец Вот так Мама Я под венец Под венец Иду Нет Нет что под венец Тогда Вы должны Вы должны Не спать Не спать Не спать ни с кем Не женившись Не спать ни с кем Не спать ни с кем Делайте что-то Приеду в Ижевск Еще подойдите Ко мне И я Что-то вам скажу Она Через год Я приехал Она подходит Ко мне Смотрю Ну что-то сдвинулось Говорю Давайте еще годик Еще годик Еще что-то сдвинулось Очень мало И потом еще годик Через три года Она работала над собой Как не знаю кто Три года прошло У ней До 30 лет Ни одного мужчины Даже близко не было Я смотрю на нее И говорю Послушайте Вам не суждено Замуж выйти В этой жизни Она говорит Спасибо вам Олег Геннадь Я так это Не знала Я так чувствовала Говорит Скажите мне А что мне делать Вообще Как мне жить Чтоб я счастлива Была в этой жизни Я ей сказал Вы знаете Самый лучший вариант Это уйти в монастырь Ну жить как Как Духовный человек Не как материальный Как духовный Посвятить себя Богу Она такая Просветлела Говорит Олег Геннадь Спасибо вам Я так и думала Бог в сердце Дает человеку Знание Как ему жить У одного Такая жизнь У другого Такая Понимаете Но Надо очень четко Понять Что человек Может быть счастливым Если он принимает Свою судьбу Может быть счастливым Большинству людей Принять судьбу Означает Выйти замуж И жениться Понимаете Большинству людей Но есть Редкие души Которым Бог прописал Жить для него Для него Это благословленные души Это не проклятые Как вы думаете Благословленные Они счастливые там Живя монашеской жизнью Неземным счастьем Уже владеют На земле Нам это понять Очень сложно Мы думаем Они там мучаются Ничего подобного Вы ошибаетесь Они там испытывают Глубокое счастье Если они приняли Свою судьбу А если не приняли Значит они мучаются Но каждый человек Когда он не принял Свою судьбу Он мучается Понимаете В семейной жизни То же самое Вот примите Вот этот Вот ты мечтала Мечты Что это такое Мечты Это самая густая Жестокая карма Которая только есть В этой жизни Ты мечтала Что у тебя такой Вот должен муж быть А он вот такой Да Дальше жить Просто жить Можно по-разному Вы же не изучали Как жить Вы просто сейчас Бунтуете Вы говорите Не хочу жить С этим козлом Я понимаю О чем вы говорите Но вы не знаете Я знаю Когда это было Я также знаю Что из этого Получилось Понимаете Ничего хорошего Не получилось До сих пор Вот в чем Проблема-то заключается Понимаете Мы из поступок Совершаем С надеждой Надежда Мой компас земной Удача Награда За смелость Понимаешь В чем смелость То заключается На что нам надеяться Был бы на что Надеяться Да Награда За ту смелость Дается человеку Которая соответствует Священным Писаниям Ведь Можно же изучить Как жить с алкоголиком Оказывается Есть способы Ведь если ты уезжаешь От алкоголика На время Это не значит Что ты его бросила Это значит воспитание Даже можно год И два жить раздельно Но не бросать человека Звонить ему Заботиться о нем Помогать ему Любить его В своем сердце Если он допустим Издевается над тобой Не живи рядом с ним Но не бросай Твоя судьба Ты должен ее Отработать Свою судьбу Если он бросит Его проблемы Уже его проблемы Но ты не бросал Ты просто держал Ту дистанцию Которая нужна Для нормальных Отношений Человеческих Понимаете Человек имеет право Жить рядом Или чуть подальше Не имеет значения Это означает Цивилизованная жизнь Не надо позволять Себе над собой Издеваться Человек может жить Или рядом Или чуть подальше Называть цивилизованные Отношения Но бросать нельзя Бог дал человека Надо жить с ним Вы же не знаете Почему вам Бог Дал такого человека Вы не знаете Я могу догадываться Об этом Потому что в прошлой жизни Вы были похожим Человеком Понимаете И выпивали И били женщин В прошлой жизни У вас Не в позапрошлой А в прошлом Так было Понимаете И вы это чувствуете Сами в своем сердце Что так у вас тоже было Что у вас что-то такое Проявляется иногда Дети тоже страдают По судьбе Но когда они остаются Без родителей Это проклятые дети Понимаете Потому что им Уже суждено Жить по этому сценарию Когда они живут в семье Все отрабатывают карму Родители мучаются Отрабатывают карму Дети мучаются Отрабатывают карму Но когда дети остались Без родителей Дальше уже сценарий повторяется У них тоже самое будет уже Потому что домик без одной половинки Крыши нет одной Понимаете У них Психика развивается Однобоко у человека Он не может уже дальше Правильно себя вести В личной жизни У него нет сил Жить Жить дальше Не проклинать родителей Простить их Надо всегда понять Что во всех ситуациях Одно и то же действие Оно означает Всех простить Но человек не может сам простить Мы не можем принять судьбу Не можем простить своими силами Поэтому и говорится В Священном Писании Что есть солнце Есть сила Которая дает возможность Простить Вы хоть попробуйте Ей попользоваться Попробуйте На святого посмотреть Начать молиться Ему поклоняться И вы увидите Что у вас вот здесь Вот В сердце Станет хорошо Легко Означает Что пришло прощение Не то что сам человек Сам человек не может Простить судьбу Когда она его наказала сильно Но он не может Он хочет простить И не может У нас нет такой силы Внутри простить Но когда человек молится Святому раз Вот здесь вот Хорошо стало Вот здесь хорошо стало Не моя сила Это сделала Не моя Тогда человек понимает Что заключает Смысл жизни Человек должен понять Для кого жить На кого работаем Не на близкого человека Работаем Который меня может бросить Не на сына Который уйдет Своей жизнью Будет жить Им наплевать Что ты на него работала Потому что люди Эгоистичны по природе Перед ними надо Выполнять свои обязанности С любовью Значит Любовь Верность Но Вера И верность Это разные вещи Вера означает Что ты живешь Отдаешь жизнь У нас есть жизненный принцип В сердце Знаете Что такое жизненный принцип Это значит Что я отдала себя Или отдал себя человеку Вот этого делать не надо Отдавать себя можно Только Богу Она называется Вера Человек только Богу Может верить Он не может верить Безгранично человеку Потому что у человека Есть карма Он не принадлежит себе Карма пришла И у него крыша съехала Он ушел от тебя Съезжает крыша Люди уходят Потому что они с ума сходят У них поворачивается Что-то внутри Они уходят Карма так действует А ты верила Но он же не Бог Он человек У него есть карма И у детей есть карма И у тебя У самой есть карма Ты сама можешь бросить Хотя ты в него верила Взяла бросила Потом сама мучаешься От того что бросил Ну так действует судьба Поэтому человек Должен верить в Бога Который выше судьбы стоит В этом заключается Принцип жизни Я сейчас хочу Некоторые технические Вам моменты сказать Важные Потому что Время у нас заканчивается Я просто Описал основу Как бы лекции Структуру дал основную А сейчас мы Некоторые вещи С вами поразбираем Есть только понятие Викарма Понимаете Карма означает Вот эта штучка Внутри Она работает Это называется карма Понимаете То есть Создается энергия Которая заставляет Вот это все происходить Концерт Вот этот Который нас окружает Викарма Это что такое Викарма Означает Что человек Бунтует Он говорит Все козлы Этот пьяный Они все меня окружили Не дают мне жить нормально Это называется Викарма То есть карма Есть карма Да это что Экзамен судьбы Ты должен его сдать Но ты не хочешь сдавать Ты говоришь Я против Я не хочу пьяных Рядом с собой Вот так ты бунтуешь Допустим Это называется Викарма Что значит Это значит Жизнь малиной не покажется Викарма Это что такое Это Проклятая жизнь Очень тяжелая Жизнь В которой нет Нет выхода Понимаете И не найти пути Из лабиринта Как там песня поет Ну то есть Человек не знает Куда ему идти Он туда туда идет Нет выхода из лабиринта Означает Викарма Неправильный поступок Совершил И Оправдываешь Себя в этом поступке Не хочешь Понять Что ты не прав Пошел неправильным путем Вошел в плохую компанию Начал делать Глупые дела Начал воровать Начал пить Начал наркотики Употреблять Начал голые попы Смотреть в интернете Целыми днями Называется Викарма Идешь не тем путем В жизни Значит Жизнь малиной Не будет казаться Все в жизни Будет плохо Осталось 30 минут Это карма А если Я не хочу Чтоб 30 минут Осталось Это уже Викарма Значит Это хуже Еще будет Понимаете И как правильно Себя вести Если муж Атеист Не разрешает Водить дочку В храм Рассказывайте О Боге Отношения У нас чудесные А вы можете Их развалить Если вы мутуете Муж Атеист Что надо делать Надо молиться В своем сердце За дочку За всех Если допустим Внешние условия Не позволяют Думать о Боге Думай в своем сердце Никто тебе не запретит Думать о Боге В сердце Читать Возможность Духовную литературу Когда есть такая возможность Это не обман Жить для Бога В своем сердце Не обман Обман Когда ты Перестаешь жить для Бога Потому что муж Не хочет Чтобы ты жил Для Бога Это обман Потому что Кто выше стоит Бог или муж Бог стоит выше Муж дается На одну жизнь А Бог навсегда Подумайте Подумайте об этом Надо так делать Чтобы никто Не злился Но Все равно Есть правило Жизни Правило такое Сначала Бог Потом все остальные Но не значит Что все остальные Должны страдать Скажите Пожалуйста Адрес Где находится Ваш офис В Москве У меня нет офиса В Москве У меня нет офиса В Москве Если вы хотите Узнать Про лечение Там у нас Есть мой помощник Он сидит Дает консультацию Бесплатно Подходите туда И все узнаете Можно во время лекции Человек родился Зрячим В 8 лет Получил травму Полностью ослеп Как принять ему Свою судьбу Так же Как и всем остальным Человек может думать Что у него Плохая судьба Что он ослеп Это значит Плохая судьба Нет Ослеп Это не плохая судьба Ослеп Это благословение Бога В чем благословение Заключается Человек не может Жить внешней жизнью Самая главная Цель человеческой жизни Научиться жить Внутренней жизни Когда Бог Очень милостив Человек Он забирает У него глаза Помните Ванга У нее глаза Внешние забрали Она начала видеть По другому мир Гораздо точнее Чем мы с вами Она видела Не только человека А всю его судьбу Вместе с ним Это называется Внутреннее видение Но она развивается Если человек живет Внутренней жизни Он должен жить для Бога Постоянно В состоянии служения Находиться Понимаете Но с внешними глазами Это так Жить очень сложно Потому что Манит 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 Карусель Путешествие По замкнутому кругу Понимаете То есть Манит Через глаза Это происходит Но когда человек Ослеп Это значит Что уже Его не может Манить карусель Потому что Звук Это совсем другое Звук Это сила Которая Отрезляет Когда человек Смотрит на кого-то Он Заблуждается У него Проявляется иллюзия Но когда он Слышит Он четко понимает О чем речь Когда только Звук работает Человек Если хочет понять Что происходит Надо глаза закрыть И послушать Того кто тебе Что-то говорит В звуке Вся правда живет Звук Это деятельность Разума А там Свобода выбора В разуме есть Это поэтому Человек Побеждает С помощью звука Свою жизнь Поэтому когда Глаз нет Есть только уши Означает Благословение Бога Человек может Реально развиться Как личность Очень сильно Он становится Мудрецом Если принимает Судьбу Что это Это Значит ему Остается только С Богом Общаться Ему не с кем Общаться Вообще Еще больше Благословений А если Рук Ног нет И все равно Живет Еще больше Благословений Понимаете В жизни В этой Чем меньше Возможности Наслаждаться Этим миром Тем больше Шансов У человека Постигнуть Высшее счастье В жизни Гораздо быстрее Но принять Судьбу Гораздо тяжелее Таким людям Им надо Пол жизни Принимать Судьбу А потом Вся жизнь В их руках Они становятся Святыми Сразу У меня есть Один знакомый Он попал В катастрофу И у него Отказали ноги И он Не знал Как ему жить Он мучился Долгое время Потом принял Судьбу Принял пулю На вздохе Понимаете Он сказал Я буду жить Не то что он Понял что Он пойдет Нет Он знал что Он не пойдет Но он сказал Я буду жить И он начал Молиться Богу Начал желать Всем счастья То есть Начал Работать над собой Я вам рассказываю Судьбу человека Я ничего не придумал Дальше что произошло Дальше произошло то Что он в работе Над собой Получил победу Он почувствовал Удовлетворенность Внутреннюю И счастье Хотя он жил В деревне С мамой Мама Страдала От того что Она уже старая И он Калека Она не знала Где брать Деньги на жизнь То есть Она уже не могла Работать Наплакала от этого А он победил Судьбу Он испытывал Счастье У него радость Из сердца Пошла И он начал Чувствовать Что впереди У жизни Не только Даль Полная Счастливых дней Дорога То есть Он потому что Он победил Судьбу Понимаете И он Просто Лежал И молился И был счастлив Какое то время Так продолжалось В одиночестве Потом К ним зашел Знакомый Какой то Увидел Необычного Человека Сияющего Подошел К нему поговорить И само собой Так как сердце Чувствует Кто есть кто Начал задавать Ему вопросы Он ему сказал Правду Что с ним происходит Как жить Потому что Сердце когда чистое Оно знает все И он ему сказал Правду Потом другой человек Потом третий Потом вся деревня Потом соседние деревни А потом Целый день Очередь идет И продукты несут И все То есть И мама уже счастливая Что что-то поменялось В жизни А потом девочка одна Говорит А можно я вам буду помогать Вы не справляетесь Потому что вы старенькая И она помогает Помогает А потом ему говорит А можно я за вас замуж выйду Он говорит Так я калека Она говорит А я хочу такого Он говорит Нет нельзя Потому что я калека Найди себе нормального парня Ты хорошая девушка Очень Я желаю тебе счастья И она никуда не пошла И она жила Пока До тех пор Пока он не принял Ее женой Смотрите Человек калека У него Деньги есть Мама счастливая Жена есть Все только потому Что он принял судьбу Понимаете Так награждает Бог человека Который принял судьбу И все покалеченности Они даются Человеку Как награда Но человек Не хочет это принять Мы сначала Должны помочь себе Понимаете Вот примите Вот то Что вам тяжело Найти себе работу Там Или тяжело Найти себя в жизни Вот примите сначала Это А потом вы сможете Всем советовать Где найти работу Я сейчас вам Конкретно говорю Понимаете То есть Сначала Человек себя Начинает Он Я хочу всем Помочь Хорошо Если ты хочешь Всем помочь Помоги себе Потому что Ты со всеми Общаешься Именно ты Со всеми Общаешься Сначала Победи Свою судьбу Молись Богу И общайся С ним От себя Но это Не значит Что ты для себя Живешь Ты просто Меняешься Для всех Ты себя Делаешь таким Который Нужен всем Потому что Мы на самом деле Не то что Помогаем всем Мы всех Мучаем Потому что Наше сердце Отражает Их карму И мучает Их А мы должны Сделать так Чтоб наше сердце Отражало Их карму И их не мучило Вот в этом Заключается Помощь А не в чем-то Другом Понимаете В этом Помощь Человеческая Заключается Что такое Викарма Викарма Означает Бунт Проклятая Жизнь Все пьяницы Алкоголики Психушки Все кто сидят Все наркоманы Все несчастные Разбитые люди Все которые сидят Под забором Попрошайничают У всех У кого разбитая Судьба Это значит Что люди Встали на путь Бунта Они бунтари Это означает Что жизнь Малиной не покажется Не хотят Принимать Совсем Судьбу И все Значит будет Хуже и хуже Хуже и хуже И так до бесконечности Конечно Только с помощью Бога Человек не может Сам принять Но не может У нас нет Такой силы Вот если человек Молится Богу Бог дает ему Силу принимать У него на сердце Стало легко Понимаете Он принял Легко на сердце Стало У вас недавно На сердце Легко стало От какого-то события Я не знаю точно Но вы как-то Вот так правильно Настроились Это в течение Полгода Произошло У вас так раз Легко И вы победили Судьбу Подкивает головой Ну видите Значит можно Можно Вот ответ На ваш вопрос Он здесь уже У вас сидит На самом деле Есть еще Третий Еще один термин Есть Акарма Акарма Это означает Что человек Настолько сильно Для Бога живет Карма перестает действовать Ничего не может С ним сделать Карма Вообще ничего Не может С ним сделать Его допустим Хотят посадить Тюрьму Они могут Это означает Акарма Или допустим Болезнь уже пришла Она не может Развиваться в теле Это означает Акарма Или болезнь развивается А ему все равно Он не обращает На нее внимания Это тоже Акарма Акарма означает Человек счастлив Несмотря на то Что ему надо В это время страдать То есть человек Когда посвятил себя Высшим силам Эта искорка Она летит Богу Становится все ярче 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 И в какой-то момент Ее сила Становится сильнее Чем карма Все В этот момент Уже карма Не может с ней Ничего сделать Почему мы не такие Потому что мы скупы По своему Все люди скупы По природе Они хотят для себя А для Бога Не могут Некогда Некогда Работа Дом Дети Некогда для Бога Но Я такой вопрос Всем людям Задаю такой вопрос Если вы влюбились Вы находите Время на свидание Да По-любому Да Даже если некогда Все равно Время на свидание Да Это святое Так вот Знаете Отношения с Богом Еще более святые Чем свидания В тысячи В миллионы В миллионы раз Более святые И это Надо просто Понять Когда человек Понимает У него новая жизнь Открывается Начинает Новая жизнь Совсем другая Более светлая Чистая Другие друзья Другие люди Другие отношения Все другое Но это надо Просто понять А понять Очень сложно Поэтому знание Является Самой большой силой В этом мире И кто Является Удачливым человеком Кто знание Смог получить Он понял Как надо жить И это понимание Оно вне Вот этого всего Никто вас Не поймет В этом Никто Когда человек Получает знания Его понимают Только те Кто получили знания Их мало Поэтому люди На самом деле Нормальные Их очень мало В этом мире Все остальные Считают себя нормальными Но они ненормальными Они живут Путем кармы Верят в эту карму И думают Что она им поможет Но они ломаются Точно так же От президента страны До Любого Простого человека Карма У всех Одна и та же Означает Страдания Неизбежны Для всех Просто Чем отличается Президент страны От простого человека Тем что у него Благочестие В миллионы раз больше Это значит Он больше Благочестивых поступков Сделал Что он стал Таким властным человеком И может управлять Судьбами людей Но если он будет Это делать неправильно То он получит Столько страданий Сколько простой человек Получить не может Потому что у него Меньше испытаний В жизни Чем больше власти Денег у человека Чем больше силы Тем больше у него испытаний Человек допустим Изобрел бы ядерную бомбу Что это значит Это значит Сколько эта ядерная бомба Людей покалечит Столько он будет За это страдать Представляете Какая ответственность Властные люди Сильные Обладающие знанием Имеют больше власти Больше ответственности Это значит Что они будут иметь Больше страданий Я как-то медитировал На Гитлера Вы можете считать Меня сумасшедшим Не принимайте Эту информацию Серьезно Но я вижу Что он до сих пор В аду Неизвестно Когда оттуда выйдет Почему Потому что По его Властному приказу Столько людей Были убиты И немцев И русских Понимаете Это его вина Он конечно Волей судьбы Это делал Но он бы мог Победить эту судьбу Он мог бы не дать приказ Если бы захотел Если бы он помолился Богу Карма бы не стала Так сильно на него Действовать И он победил бы ее Понимаете Но он не захотел Он захотел Идти путем кармы И поэтому Он сейчас находится На низших планетах Страдает Как не знаю кто Наша планета Смотрите Веда описывает Что Вся вселенная Имеет форму шара Внутри темно Видите Внутри темно Так Мы смотрим на небо Темно А в духовном мире Все сияет Все светло Наша темница Это как темница Понимаете Мы здесь карму отрабатываем Вот Внутри темно Вот Там есть Три уровня Планетных систем Есть высшие планеты Рай Где все Кто правильно живут Наслаждаются там Есть как бы Есть один путь В рай Есть другой То есть Одним путем Идут религиозные люди Они Выходят из-под влияния Постепенно Поднимаются выше 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 И потом Выходят из-под влияния Материальной энергии И становятся Ну отрабатывают Свою карму У них Тонкое тело Растворяется В результате чистоты Отношений с Богом И они уходят в духовный мир Который выше всего этого стоит Другие люди Они живут благочестиво Но они не хотят Служить другим Они цель их жизни Благочестивой Чтоб им было хорошо Они пойдут По другому пути Они наслаждаются Долго на высших планетах Потом опять назад Потому что у них Нет идеи Жить Наша земля Находится на средних планетах Нише это Страдание И наша земля Находится на средних планетах Ну чуть ниже середины Это означает Что страдание Чуть больше Чем счастье Здесь Как ни крути Вот что ни дел Ты здесь родился Значит страдание Все равно будет побольше А хочется больше Счастья ведь Да Потому что мы души Мы хотим быть счастливыми Но Есть заблуждение В сердце Заблуждение заключается в том Что мы думаем Что нам счастье положено Нам здесь не счастье положено Нам здесь положено страдание А счастье человек получает В результате своих добрых дел Если человек встает на путь Добра Путь добра означает служить Не надеяться на счастье Все люди надеются на счастье Это не путь добра Это путь зла Путь добра Перестать надеяться И начать служить Заботиться о всех Несмотря на то что к тебе плохо относятся, прощать всем, не злиться ни на кого, на работе не считать всех плохими, понимаете? А служить всем, принимать судьбу. И даже если жестоко дома относятся, все равно принимать судьбу, заботиться о них, служить им, этим людям. Понимаете? Означает путь добра. Человек не бунтует, а он хочет идти вперед, сражается за свою судьбу. И силу он берет у святых людей. У него нет силы. Как простить? Невозможно. Ведь плохо себя ведут, реально плохо. А надо. Понимаете? Время наше кончается неумолимо. Но нам надо еще разобрать несколько вопросов. Итак, вы поняли, что такое карма, победа над судьбой. Следующие несколько технических таких понятий, которые вам кое-что объяснят в жизни. Смотрите, судьба — это дорога. Какая дорога? Это дорога соткана из наших поступков и желаний. Уже запрограммировано здесь, все механически крутится. Запрограммировано, что вот в это время у тебя будет это, вот в это, в это, и это на одну жизнь. Потом, в следующей жизни тоже еще карма есть. Понимаете? Мы не только на одну карму жизнь имеем, мы уже имеем на много жизней вперед карму. И карма была уже и отработана, то, что в прошлом мы жили. Понимаете? Ну, теперь термины некоторые усвоите. Санчит карма. Санчит карма означает, что мы в прошлых жизнях своих накопили карму, которая создает нашу судьбу. Санчит карма означает вот эта карма, накопленная в прошлых жизнях, или вот этот шарик, который здесь вот существует. Понятно, да? Там вся санчит карма, накопленная карма в прошлых жизнях. Дальше, прарабдыха, прарабдыха, карма. Это значит, что это часть, определенная часть, накопленная в прошлых жизнях кармы, часть определенная, которая предназначена только для этого воплощения. Только для этого воплощения. Это вот столько страданий и счастья, сколько в этой жизни мы должны, как бы, получить. Интересно знать, что прарабдыха, карма меняется в результате жизни человека. Если человек идет путем возвышенным, чистым, у него отрабатывается карма. И это значит, раз карма отрабатывается, то у него отрабатывается не только карма вот этой жизни, но также карма и следующая. А так как у него продолжительность жизни определена, то у него из следующих жизней может приходить вот эта карма в его жизнь и отрабатываться дальше. Поэтому у святых людей жизнь более густая, больше событий. И они их побеждают, побеждают, побеждают. Человек за одну жизнь может отработать всю вот эту вот карму. Намного жизни вперед, понимаете? Но прарабдыха, карма, это то, что дано тебе. Если человек живет в страсти, каким ты был, таким ты и остался, понимаете? То есть ничего не изменится. Вот как положено, так и будешь жить. Страсть означает. Понимаете, человек хочет наслаждаться, он не хочет служить. Означает, что все будет по судьбе. К астрологу идите, он вам всю правду скажет. Карма берется из того, что мы здесь должны отвечать за все, что делаем. Из закона справедливости. Есть закон справедливости, что и посеешь, что и пожнешь. А тут берется карма. К астрологам стоит ходить, но не стоит им полностью доверять. Потому что они же не боги, а астрологи. Они примерно что-то говорят вам. Но это не значит, что они все знают точно. Они говорят, надо прислушиваться, потому что есть простые вещи. Например, есть периоды большие астрологические. Допустим, ты живешь в период Сатурна, стоит Сатурн, стоит плохо. Если астролог тебе скажет, что у тебя до такого-то года будет фиговая жизнь. Это правда. Здесь не надо сильно, понимаете, быть умным человеком. Просто это простые вещи. Простые астрологи имеют право говорить простые вещи. Какой у тебя период идет? Как тебе по семейной жизни легко или тяжело? Когда этот период плохой изменится? Это все простые вещи, понимаете, в астрологии. Если он говорит, ты помрешь вот в это число, это значит, что он берет на себя слишком много. Он же не знает твою свободу выбора, как ты будешь жить. Он ничего этого не знает. Если он говорит, ты обязательно разведешься с этим человеком, у тебя два брака, он тебе говорит. Значит, он берет на себя слишком много. Он не знает, у тебя два брака или один. Я знаю в Риге одну пару семейную. Они три раза разводились, три раза вместе сходились. И у них там в гороскопе три брака. Но они вместе живут, понимаете. Три раза разошлись, три раза сошлись, три брака. Все по-разному бывает, понимаете. Это означает, что надо изучать все эти вещи. Изучать и понять, чего я могу и чего нет. Вот, понимаете, разобраться в этом вопросе. Крияман карма. Крияман карма. Это та карма, которая создается нашими поступками в этой жизни и влияет как на это воплощение, так и на будущее. Представляете? Вот мы, мы в этой жизни еще не сделали эти поступки, но скоро будем делать. И эти поступки, они будут влиять и на эту жизнь, и на следующую. Человек совершает поступки, три вида кармы сразу приходят в его жизнь. Первое. Он получает привычку совершать этот поступок. Поспал днем, на следующий день захочется опять днем поспать. Привычка. Второе. Отдаленное влияние. Означает, что он получит за это потом расстройство каких-то органов там. У него тонус снизится, давление будет страдать из-за того, что он поспал днем. Это все собирается, накапливается, получается болезнь какая-то. И третье влияние. В следующей жизни я слишком часто спать днем, будет родиться деревом. А если жил как дерево, родишься баба-бам. Помните, я висок скипел. Жить как дерево означает слишком много спать. Дерево спит, потому что он во сне живет. Понимаете? Вот ведь какая штука-то оказывается. К какому виду жизни человек стремится в этой жизни, такой природы он достигает. Допустим, если человек думает, голые попы, голые попы, голые попы, голые попы. И всю жизнь так. Потом в следующей жизни он продолжает. Голые попы. У-у-у. И он уже обезьянка. Осталось пять минут. Понимаете? То есть не обязательно в человеческую форму жизни можно попасть. Какие желания у человека есть? Если он хотел, допустим, хотел кушать, кушать все время. Вот корова, она ест и днем, и ночью. Постоянно. Ночью пережевывает. Сильно кушать хотела, понимаете? Если, допустим, человек хотел спать, только спать. Пожалуйста, медведем. Он не спал, он хотел просто. Медведь спит по полгода. Попробуй по полгода спать. Невозможно в человеческом теле. Замучаешься. А медведь, теле медведь запросто. Потому что тело такое. Специально для сна предназначено. Сексом хотел всю жизнь заниматься. А в обезьянном теле по пять раз в день полноценный секс. Без всяких расстройств половых. Отлично получается. В обезьянном теле лучше. Если хотел всех порвать, пожалуйста, тело тигра. Имеешь право порвать. Кого можешь порвать. Понимаете? Но человеческая форма жизни для этого предназначена. Не для того, чтобы... Самая высокая мечта. Высота. Высота. Понимаете? Это не человеческая форма жизни. Орлом можешь родиться, пожалуйста. Человеческая форма жизни предназначена для того, чтобы понять, что я душа. И жизнь прекрасна, хороша. Что мы рождены для счастья, люди. Потому что в человеческой форме жизни разумная это венец творения на земле. Предназначена для того, чтобы понять, что есть Бог. Что есть высшие отношения. Есть настоящее высшее счастье. Жизнь вечную, природу и мир. Мы это должны понять. Еще один термин. Агами-карма означает, что это все накопилось в прошлых жизнях, но не предназначено для этой жизни. Представляете? Может так случиться, что мы в прошлой жизни кого-то грохнули, но для этой жизни это не предназначено кармой. И мы думаем, я такой святой, я такой хороший. Но как определить, что я в прошлой жизни кого-то грохал? Как определить? Есть критерии. Если ты такой хороший, видишь, что кого-то убили, и у тебя ненависть возникает, я его бардугана, я бы расстрелял этого человека, если бы увидел. Означает, что ты убивал. Может быть, в этой жизни ты не будешь убивать никого, но если ты ненавидишь человека за что-то, это значит, что у тебя в жизни это тоже случалось. Поэтому надо раскаиваться в ненависти. Кто бы как ни совершал. Ты можешь наказать человека, если это по долгу твоей службы, но никогда нельзя никого ненавидеть. Потому что человек совершает свои поступки злые, потому что он обманут судьбой. Это всего лишь... Он марионетка в руках судьбы просто и все. Понимаете? Наше время заканчивается, и поэтому я хотел бы сейчас с вами провести небольшой тренинг, как обычно. Будем повторять. Я желаю всем счастья. Надо сесть прямо. Мы сейчас будем всех благословлять, учиться, потому что благословление – это огромная сила. Я уже вам говорил на прошлых лекциях, что я сейчас изучаю вот эту тему, как человек может помочь тем, кто уже оставил этот мир. И у меня есть тысячи доказательств того, что когда человек молится не за себя, это действует со страшной силой. Вот человек должен молиться не за себя, понимаете? Нам трудно от себя оторваться. Но если человек начинает молиться не за себя, хотя бы даже за своих родственников, представьте, что происходит. У них просто все меняется. То есть можно, человек в ад попал, можно 4-5 месяцев помолиться за него, и он уходит из ада. Знаете, что-то потом с вашей судьбой будет? Бог вам будет очень признателен за это. Очень признателен. Удачная жизнь, удачливая жизнь будет. Даже человек молится за другого человека, он становится проведником света. Это значит, что его жизнь становится светлой. Но если человек молится за себя, его жизнь меняется? Меняется. Очень медленно. За себя молиться – это зря тратить время просто, понимаете? Человек должен забыть про себя в жизни. Он должен думать только про других, служить только другим, и забыть, забыть, что происходит с ним. Все будет происходить как надо, и даже лучше. И когда вы живете не для себя, то вы все равно придется получать все со временем, понимаете? Все получать. И даже если человек уже, допустим, он хотел, когда-то хотел хорошую жену, но он сейчас уже победил эту судьбу, он хочет уже быть монахом, но Бог его награждает хорошей женой, потому что он хотел. Все приходит в свое время. Но так или иначе, просто мы должны понять, что все приходит само, и поэтому не надо париться вообще. Не надо думать о том, когда же я буду вот это иметь. Не надо. Надо просто победить это в себе и жить для других. И все будет просто приходить само. Вы будете прослеживать и радоваться тому, что этот закон работает. Душа абсолютно вечно. Абсолютно вечно. Она никогда не умирает. Никогда. Представляете? Такая новость хорошая. И если вы будете изучать эту тему, вы поймете, что ваши родственники даже остаются связанными с вами. В этой жизни все родственники остаются связанными с вами. Они даже тело оставили, ушли, но связь остается. Если человек это понимает, он не грустит. Потому что мы вместе, просто мы вместе с сердцем. Понимаете, люди часто живут вместе, вот так, бла-бла. И они понимают, что с сердцем они не вместе. А потом, когда близкий человек уходит, перед ним такое чувство вины, потому что сердцем этот был не с ним. А человек должен жить с сердцем, а не бла-бла, понимаете? Надо жить с сердцем, означает часто быть, стараться быть немножко отдельно. «Посиди, помолчи, может все пройдет». Понимаете? То есть, надо иногда молчать, а не бла-бла. Надо учиться желать всем счастья, над сердцем жить, понимаете? Надо учиться любить сердцем людей. Тогда будет настоящая жизнь. Настоящие отношения находятся здесь. И мы сейчас этим будем заниматься с вами. Мы сейчас будем благословлять всех вокруг. Надо мысленно кланяться святому человеку, найти в своем мысле святого человека кого-то. Мысленно кланяться ему, повторять «Я желаю всем счастья», а думать о святом человеке. И его вот энергия счастья, даже если мы этого не понимаем, будет переходить, и кому мы будем желать счастья, тому она будет доставаться. А на сердце будет хорошо становиться в это время. Надо повторять женщинам очень звонко и ясно. Вот женский голос ближе к душе, очень звонкий и четкий. А мужской голос ближе к душе, очень густой, как громовая туча, такой густой и сильный, понимаете? Вот так надо повторять сердцем. Спокойно, не кричать, сосредоточиться внутри себя и благословлять. Но у нас нет силы благословения. Мы кланяемся святому человеку от его имени, желаем всем счастья. Мы сейчас этим будем заниматься. Менять свою судьбу, не думая о себе, о таким образом. Я желаю всем счастья. 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 Я желаю всем счастя. Я желаю всем счастья. Спасибо вам большое. Я желаю вам всем счастья, любви, знания, чтобы все в вашей жизни было хорошо. Я очень благодарен вам всем за то, что вы пришли на эту лекцию. Всего вам доброго. До свидания. Спасибо. Буду рад вас видеть в следующий раз. Спасибо. А следующая лекция будет 31 марта. Спасибо большое.